Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 декабря 2016 года, вторник, а по одному из старинных 17-й день месяца белого сияния покоя мира, 7525 лета, понедельник. Мы сегодня встречаемся с Сергеем Альбертовичем Салином. Здравия! Здравия! И поговорим на тему планирования будущего. Будущее каждый представляет по-своему. Кто-то его планирует, кто-то его предсказывает, кто-то просто его ждет. А вот мы поговорим про планирование будущего. А что Сергей Альбертович кладывает в это значение, в эти слова, мы сейчас как раз его не узнаем. Итак, Сергей Альбертович, что же такое планирование будущего, на ваш взгляд? Ну, вот вы, Алексей, уже сказали, что кто-то планирует будущее, а кто-то предсказывает, кто-то прогнозирует. Ну вот давайте сначала поговорим о прогнозировании будущего Ну кто этим занимается? За этим занимаются фантасты, различные патурологи, нередко ученые разных специальностей Ну как мы видим, цена этим прогнозам, ну во всяком случае за прошедшее полвека, практически нулевая Коммунизм не построен, социализм разрушен В межпланетный космос люди так и не вышли Смертельные болезни не побеждены Энергии управляемого термоядерного синтеза человечество так и не обзавелось Голод не побежден Социальное расслоение выросло и до сих пор растет И так далее, и так далее, и так далее То есть практически все о чем мечтали фантасты и футурологи не воплотилось Но были все же отдельные личности, которые предугадали вектор развития нашей цивилизации Причем в таком, надо сказать, мрачном направлении Ну это люди типа Уэлса, Орла, Рассела, я имею в виду Бертрана Ну о них особый разговор, поскольку это не совсем ученые, да и не совсем люди Но были и вполне обычные люди, писатели, фантасты, которые более трезво смотрели на будущее Например, наш Иван Ефремов Ну а в детстве я прочитал библиотеку всемирной фантастики И я поразился разницей во взглядах на будущее у наших фантастах Которые мечтали о коммунистическом будущем И западных, которые нередко рисовали весьма мрачными красками будущее Давайте вспомним, как планировалось будущее в Советском Союзе Ведь был могучий такой госорган, госплан, специальные институты при нем Детальные планы шли в Совет Министров Теперь ничего подобного нет Ну а как выполнялись пятилетние планы в Советском Союзе? Это были планы развития, они планировались с запасом На случай всяких непредвиденных обстоятельств И выполнялись обычно досрочно Ну помните, были девизы типа пятилетку в четыре года, ну и так далее Планы были реалистичны, они выполнялись Ну а теперь же планы развития это некие декларации Которые выполнять вовсе не обязательно Поскольку никакой ответственности за это правительство не несет Практически эти планы за прошедшие 15 лет провалены А у власти остаются все те же люди Но мы, пожалуй, вот в этом году впервые пришли к ситуации Когда на следующий год планируется уже не бюджет развития А бюджет деградации и развала страны Сокращается все, что можно Здравоохранение, образование, социальные расходы Даже территории России и те сокращаются Ведь вспомним, когда присоединили Крым То одновременно происходило утверждение программ ТОРов То есть территории опережающего развития А вот им уже отдавалось более 70 территорий Крыма Причем ведь это территории практически выводящие свои составы России На которых иностранные монополии имеют право Не выполнять российские законы И даже изгонять оттуда местных жителей Вот сокращается государственная собственность Причем объяснение этому безумию Как следствие нехватки денег совершенно несостоятельно Поскольку сокращается доля государственных расходов В валовом продукте страны То есть разворовывание и приватизация государства Продолжаются все более высокими темпами При этом растет социальное расслоение А сохраняется плоская шкала налогообложения На практике это даже шкала не плоская А регрессивная Тем не менее развитие в некоторых отраслях Все же планируется Но оно весьма специфическое Это такие проекты, как электронное правительство Как помните, была такая форсайт программы Действует 2030 Теперь это семья 2030 Программа по превращению детей в чипизированных рабов Внедрение электронного паспорта Развитие электронного правительства И так далее Принимается цифровая стратегия развития России на 5 лет Вот чему посвящена нынешняя пятилетка Россия принимает участие в женевских конференциях По построению единого электронного мирового пространства Ну, все это проводится в целях построения На самом деле Орловского общества То есть программы нового мирового порядка И, скажем, на корпорации «Роснано» или «Сколково» Выделяется денег примерно на порядок больше, чем на всю российскую академию наук И слава богу, что этими корпорациями заведуют Такие люди, как Чубайс и Вексельберг Иначе бы программа чипизации населения у нас бы проходила гораздо более высокими темпами То есть это тот случай, когда воровство и разбазаривание денег идут на пользу Так что ситуация на самом деле такова Что в России, ну а также на Украине Уничтожается все, что можно Включая коренное население Но при этом При явном Недостатке Бюджета Находятся деньги на построение Электронного концлагеря Все это, конечно, не случайно И в России и на Украине Действительно строится новомировой порядок Если коммунизм был По формулировке Ленина, как известно Советская власть Советская власть плюс электрификация всей страны То можно сказать, что новый мировой порядок Это власть сатаны Антихриста Плюс чипизация всего населения При этом у нас все время говорят о разрушении капитализма и крахе США Но у нас-то с Украиной положение куда хуже, чем в Америке У нас построены совершенно уродливые олигархические образования Где капитализм доведен до абсурда Ну а если посмотреть логотипы наших крупнейших компаний Ну так же и украинских То там же сатанинская эмблематика Так же как на эмблеме Единой России Так же как на членском билете Единой России То есть получается, что действительно Руководство этих организаций поклоняется сатане Более того, ведь и наше высшее руководство Не стесняясь Показывает знаки рогатого бога Мана Кармута Знак сатаны И это совершенно публично делается Так что если мы будем пытаться ответить на вопрос Откуда происходит все это безумие И как из него можно выйти То конечно надо обратиться К той программе Которая в концепции общественной безопасности Называется библейским проектом порабощения человечества Но на самом деле эта программа не только порабощения Но и его уничтожения Ведь в 95 году В нашей думе проходили слушания По вопросу принятия концепции общественной безопасности Она была рекомендована к изучению И было одобрено ее распространение Но уже недавно книги генерала Петрова По концепции общественной безопасности Были объявлены экстремистками Более того, вскоре и основооблагающая книга Покоп «Мертвая вода» Также была признана экстремистской То есть те вопросы о глобальном управлении Которые поднимались в этом книге В этой книге Вот спустя 20 с лишним лет После обсуждения в думе По какой-то причине у нас Становятся запретными Поэтому будем максимально тверерантными Как теперь говорится И будем излагать факты Без каких-либо категорических моральных оценок Без проведения параллелей Да Ведь на самом деле Вот этот библейский проект Прорабощения Он не так стар Как считается в концепции Общественной безопасности Там считается, что ему чуть ли не 3000 лет На самом деле это не так Это выясняется после пересмотра Основных исторических дат В соответствии с теми открытиями Которые сделали такие ученые Как Фоменко и Носовский И более точную картину Теперь дает профессор Чудинов Который на всяческих старинных изображениях Расшифровывает даты Датировка там другая Но если вот почитать работы Чудинова То кажется, что Его датировка Это практически откровение Которое позволяет по-новому Взглянуть на историю А ведь дело не только В ошибках датировки Дело в том, что Перевернута у нас очередность событий И мы не понимаем Логику развития человечества Поэтому Ну вот скажем, раньше писали Ну, например, дату Никейского собора Там ставилась латинская буква И дальше писалось 325 Ну, а теперь мы думаем официально Что это якобы 1325 год Но посему Крещение Руси состоялось Задолго До этого события Но ведь То есть Спустя Спустя много столетий После этого события Но на самом деле Ведь Если И 325 То Надо понимать Что на самом деле Это 1325 год На самом деле Датировку надо, конечно Уточнять А Распятие Христа Проходило Где-то В конце 10 века Но на самом деле Вот я уже об этом Рассказывал Можно говорить о том Что произошло Два события Одно событие Происходило В Царьграде Тогда Константинополя Еще не было На самом деле Видите У нас Перевернутая Датировка событий Потому что Император Константин Жил Не до Христа А после него Так вот Что получается Первое Распятие Произошло В так называемом Иудейском Царстве На Босфоре Это был Осколок Хазарского Каганата Куда Собрались Собралась Часть Иудеев Это Место Стало Центром Такого Малоазиатского И даже Европейского Сатанизма И туда Пришел Русский Князь Или Волх На которого Впоследствии Стали Звать Иисусом Христом Но Это Одна версия Которая Подтверждается Работами Таких людей Как Те же самые Фоменко Иносовский Там Ярослав Кеслер Николай Левашов Ну и других Исследователей То есть Можно Говорить Что Событие Вот такое Имело Место Но Как Позже Выяснилось Имело Место И другое Событие Распятие По всей Видимости Сына Этого Христа На Горе Монматр В Париже А в Париже К тому Времени Это Уже Было По-видимому Начало Одиннадцатого Века Возникло Такое Обособленное Еврейское Государство С центром В Париже Это была Тогда еще не Франция Была Галлия И Вот там На горе Монматр Произошло Еще одно Распятие Как бы Получается Что был Отец Христос И его сын Возможно Какой-то Другой Родственник Тем не менее Данные Говорят Именно Об этом Потому что Исследования Которые Провел Хрусталев Показывают Что вся Топомимика Нового Завета Она Связана С Францией Современной Францией Ну а С прежней Галлией То есть Там Огромное Количество Названий И Их Местоположение Укладывается Именно В тексты Нового Завета А Положение Этих мест На Ближнем Востоке Ну совершенно Противоречит Текстам Нового Завета Так что Вот Это Распятие Произошло На самом деле В Париже И Именно Это Событие Описано В Евангелиях То есть К тому Времени Возникло Два Центра Мирового Сатанизма Против Которых И Боролись Вот Отец И Сын Которые Были Названы Связываются С именем Христа То есть Один Центр Это был Хазарский Вблизи Царьграда А второй Центр В Париже Это Сефардский Центр Так что Два На самом деле Две Разновидности Сатанизма Но Которые В какой-то Степени Отличались Ведь надо Помнить Что Хазарский Каганат Возник Перешел На иудаизм В результате Того Что Туда Была Приглашена Большая Команда Равинов Из Испании Если мы Говорим О таком Замечательном Человеке Как Эдуард Ходос То ведь Фамилия Ходос Это что Название Испанского Города То есть Вот Эти Сефарды Они Создали Иудаизм В Хазарии Ну Дальше Вот эти Направления Уже Развивались Более-менее Самостоятельно Ну И вот Два Центра Мировых Которые Возникли В Царьграде И в Париже Представляли Конечно Опасность Не только Для Европы Но и для Всего мира Ну и вот Против Них И Против Этих Сатанистских Направлений И была Направлена Деятельность Наших Волхвов Или Князей Так вот Как Произошел Перенос Всех Вот этих Гальских Или французских Событий Которые Поросли В Париже Или вблизи Него На Ближний Восток Сделано Это было Совершенно Сознательно И Сделали Это Те люди Те фарисеи Которые Организовали Крестовые Походы Ну а дальше Этим занимались Уже Тамплиеры Ну Какова цель Была Вот такого Переноса Событий И датировки Цель Это Как сказать Работа На историческом Приоритете Сделать так Чтобы Использовать Имя Христа Для Управления Всей Европой И управление Этой Всей Европой Должно уже было Происходить Из Иерусалима То есть Надо было Сделать его Во-первых Евреям И перенести Все Библейские События На Ближний Восток С тем Чтобы Жители Гали Уже не помнили О настоящем Христе А Использовать Его имя Для Своих Целей Вот что Какова Была цель Тамплиеров Ну и кроме того Они Часть реликвий Из Гали Перевезли В Иерусалим Иерусалим Тогда уже Был на картах В том числе По-видимому Перевезли Туда Так называемый Гроб Господень То есть Вот Тот гроб Который Недавно Открыли И при этом Наблюдались Всяческие Непонятные Электромагнитные Явления По всей Видимости Подлинные То есть Его туда Перевезли Тамплиеры Ну а Вот Новозаветные Названия В Палестине Появились Гораздо Позже Это можно Проследить По картам Появились Эти названия Уже после Египетского Похода Наполеона Который Взял С собой В Египет Огромную Команду Археологов Ученых Которые Проводили Масонскую Программу Не только В Египте Но и На Ближнем Востоке Вот тогда На Ближнем Востоке Стали появляться Новозаветные Названия Ну вот Тоже название Галилея На самом деле Это Галлия Французская Галлия Вот так Названия Переносились Французские Названия Переносились На Ближний Восток В основном В Палестину И делалось Это достаточно Беспорядочно То есть Логика Нового Завета Была полностью Нарушена Как показал Хрусталев Так вот Что касается Тамплиеров Кто это такие были На самом деле Это были Сефарды Те самые фарисеи Которых Обречал Христос Это были Сатанисты И одновременно С обществом Тамплиеров Возник Возникло Так называемое Общество Преорациона Ну это Гомосексуальное Тайное общество Если Тамплиеры Занимались Значит Раскопками На Храмовой горе Устанавливали Свою власть В Палестине То Религиозными Вопросами Занимался Именно Преорациона И в конце концов Он отделился Вот Общество Тамплиеров И стал Более-менее Самостоятельной Организацией Так вот Интересно Что Преорациона Выступал За Возвращение Власти Во Франции К мировингам А Христос Как бы считается Является Выходцем Из этой семьи Ну во всяком случае Родственникам Царям Мировингам А это Последние По сути дела Мировинги Это последние Славянские Цари Которые Правили На Европе Их место Затем Заняли Пепемиды А пепемиды Уже были Из Хазарского Происхождения Хазарского Происхождения Были пепемиды Произошли От мажордомов То есть От ростовщиков Управляющих Значит Путем убийства Дагоберта Второго К власти Пришли Эти пепемиды Но затем Их все равно Вышибли Из Франции И Они уже Обосновались В Германии И стали Постепенно Вот там На территории Нынешней Германии Захватывать Власть И от них Происходят Такие семейства Черной Аристократии Как Газбурги Каролинги И другие А вот Уже от Каролингов Происходит Большинство Людей Которые Сейчас Правят Миром В том числе И президенты Соединенных Штатов Во всяком случае Большинство Президентов Как Показал Дэвид Айк Квот Тамплиеры Как известно Поклонялись Идолу Бафомета Или Палладиуму То есть Вот это направление Религиозное Сатанистское Направление Называется Палладизмом Ну То есть Это были Гностики Сатанисты Ну И разумеется Гомосексуалисты Квот Это направление Палладизма Привело К тому Что народ Стал очень Сильно Выступать Против Этих Сатанистов И В общем-то Им приходилось Перебазироваться В другие Страны В первую Очередь В Лондон Как известно Король Франции Филипп Красивый Разгромил Тамплиеров Но вот Они Обосновались В основном На территории Англии Шотландии Теперешних А к тому В Англии Уже Давно Правили Тоже Семейство Черно Аристократии Вот Интересные События Произошли При Елизавете Первой Вот Она Имела Вот Именно Такое Происхождение Потом Из Потомственных Сатанистов В ее Предках Была Так Называемая Милусина Женщина Змея То Есть Инфернальные Контакты На Ближнем Востоке А Милусина Была Привезена Английским Королем С Ближнего Востока Вот Инфернальные Контакты Там Достигли Такой Степени Что Рождались Даже Люди Там С хвостами С чешуей Несмотря На то Что Это Конечно Генетически Это люди Но Тем не менее Вот видите К чему Иногда Приводят Инфернальные Контакты Так Вот Что Происходило При Елизавете Первой Во время Ее Инаугурации Из тюрьмы Были Освобождены Так Называемые Евангелисты То есть Это Матфей Марк Лука Иоанн А также Некий Павел То есть Получается Что Современные Евангелия Вот Вот Эти Евангелисты Впервые Возникли Только В 16 Веке Это Произошло В Лондоне И Интересно Что Через Некоторое Время В Английском Королевстве Стали Происходить Еще Более Удивительные События Придворным Магом Алхимиком И Кабалистом У Елизаветы Первой Стал Джон Ди Маг Кабалист Который С помощью Хрустального Шара Наблюдал За своими Врагами Предсказывал События И Делал Планы На будущее Вот так При Воздействии Инфернального Мира Он Получил План Построения Британской Империи То есть Из 49 Государств Или Протекторатов Ну Их число Было В конечном Счете Увеличено Но В том Числе Протекторатом Британской Империи До сих пор Являются Соединенные Штаты Об этом Мало кто Знает Что В американской Конституции Есть поправка Которая Говорит Что Английский Король Диригирует Право управления Соединенными Штатами Президенту И когда Настанет Чрезвычайное Положение Или Какие-то Страшные Обстоятельства То Власть Над Америкой Переходит Согласно Поправке Конституции К Британскому Королю На этом Построена Теория Построения Нового Мирового Порядка Собластью Антихриста Собластью Мышаха Которым По идее Должен был Бы стать Еще в 12 Еще в 15 Году Принц Вильям Но План этот Сорвался Потому что Были Возникли Очень большие Задержки С продвижением Нового Мирового Порядка И как это будет Сейчас Пока Непонятно Но ясно Что новый Мировой Порядок Продолжается Строиться Именно На базе Британской Империи Ну а Джон Дид Был Также Основателем Секретного Общества Розен Крейцеров Которая В общем-то В некотором Смысле Противостояла Тамплиерам Но тем не менее Они делали Одну и ту же Задачу То есть Проводили Программу Тамплиеров По захвату Мира Так вот Что дальше Происходило В Англии Как я уже Сказал Филипп Красивый Разгромил Тамплиеров Но Общество Прират Сиона Осталось И к тому Времени Оно Перебралось В Лондон Так же Как и Остатки Тамплиеров И вот Таким Длительным Навигатором То есть Главой Прират Сиона Был Знаменитый Физик Роберт Бойль Одновременно Он был Главой Остинской Компании Это Компания На базе Которой Был Создан Потом Так называемый Комитет Трехсот То есть Триста Правящих Мировых Семей Ну а После Смерти Бойля Навигатором Прират Сиона Стал Исаак Ньютон Так вот Это происходило На фоне Того Что Власть В Лондоне Перешла К Аранским Королям Которые Имели Уже Не Сефардское Происхождение А Хазарское Ну и Что Происходило Дальше Довольно Интересно Дело В том Что К тому Времени Возникла Новая Хронология Так называемая Хронология Скаллигера Ну а кто Такой Был Скаллигер Это был Иезуит А Иезуит Это в общем-то Тоже Гомосексуальное Тайное Общество Которое Проникло В Ватикан Так вот Этот Скаллигер Разработал Новую Хронологию Вот Которой Мы пользуемся До сих пор То есть С Очень Серьезным Удлинением Событий Прежде всего Событий Нового И Ветхого Завета Зачем Это он Делал Он По этому Поводу Говорил Совершенно Откровенно Его Задачей Было Доказать Что Все Языки Все мировые Языки Произошли От Еврита Ну и По всему Он Очень Значительно Удлинил Всю Еврейскую Историю Ну а Служил Он Тем же Самым Аранским Королям Которые Захватили Власть В Голландии Но И затем В Англии Так вот Ньютон Очень серьезно Изучал Хронологию Скаллигера И Пришел К выводу Что она Полностью Поддельная Неправильная Он Стал Прилагать Свою Хронологию Более Короткую Но все же Гораздо Более Длительную Чем Та Которую Создали Фоменко С Насоцким Которая В общем-то Сейчас Уже По многим Позициям Подтверждена Так вот Главным Занятием Ньютона Была Вовсе Не Физика И математика А Алхимия И богословие И он Занимался Расшифровкой Апокалипсиса То есть Откровения Иоанна Богослова И Расшифровкой Книги Пророка Даниила То есть Он Поставил Перед собой Задачей Сделать Хронологию Будущих Событий Но поскольку Правильной Хронологии Не было То Он Стал Отчитывать Все будущие События От даты Своего Рождения Как Астролог Он высчитал Дату Своего Рождения И Стал Считать Себя Мессией То есть Он Стал Считать Себя Человеком Который Сам Должен Построить План Апокалипсиса То есть По годам Расписать Все будущие События Которые Как я уже Сказал Отчитываются Вовсе Там Не от Библейских Событий Вовсе Не от Событий Нового Завета А от Даты Рождения Ньютона И эти события До сих пор Происходят Именно так Как Прогнозировал Ньютон А что он Говорил Он установил Дату Призыва Евреев К возвращению В Палестину Это дата Основания Сианинского Государства Обозначил Даты Первый И второй Войн Как жертвоприношений Которые Требовались Для того Чтобы Перенести Всю власть Будущего Мирового Правителя В Израиль Ну и Дату Создания Государства Израиль Все Было Записано Еще Ньютоном Как Расшифровка Апокалипсиса Ну а Если Вы спросите Кто Вообще Написал Апокалипсис Апокалипсис Приписывают Члену Тайного Общества Гностику Коринфи И Сделано Это было Где-то В 14 Веке И Эта книжка Является Опять-таки Как Многие Другие Тексты Пророков Результатом Контакта С Инфернальным Миром То есть Ньютон Расшифровывал Вовсе Не какое-то Божественное Произведение А произведение Истинно Сатанинское И только Уже Гораздо Позже Откровение Анна Богослова Было Введено В Новый Завет Против Чего Очень Многие Богословы Возражали Действительно Содержание Совершенно Разное И Апокалипсис Действительно Сочинение Сатанинское Которое Приписывают Теперь Значит Иоанну Богослову Хотя Это Совершенно Не так Но Вот Эта Работа Ньютона Действительно Послужила Для Всего Масонства Программы Действия Об этом Сейчас Мало Кто Знает Что В общем Программа Ньютона Выполняется До сих пор Единственное Что он Не обозначил Эту Дату Третьей Мировой Войны И Кончины Мира Но Тем не менее Он сказал Что Кончина Мира Будет Где-то В районе 2050 Года Или Где-то Попозже А Расшифровки Ньютона И все Его Богословские Сочинения Сейчас Находятся В Иерусаливской Библиотеке Целая Команда Кабалистов Толкует Над Расшифровками Ньютона Вот Это Такой План Который Возник У Ньютона И который До сих пор Проводится В жизни А В 1776 Году Было Создано Общество Баварских Иллюминатов Это Была Программа Донецианской Черной Аристократии И Дело Это Было Получено Банкиру Амшелю Ротшильду И Сделано Это Было На базе Ордена Иезуитов То есть Руководили Программой Как бы Хазары А Делали Все это С помощью Иезуитов То есть Сефардов Так вот Интересное Прохождение Самого Основателя Династии Ротшильдов Он Выходит Из Любавических Хасидов На самом деле И он В Германию Привез Массу Вот этой Хасидской Литературы И Уже На Основе Вот этого Учения Хасидов И Палатизма Была Создана Религия Черно-Аристократия Такая Гремучая Сатанинская Смесь Палатизма И Хасидизма Квот В 1776 Году Была Написана Программа Баварских Иллюминатов На ее Основе Дальше Возник Так называемый План Сатаны План Банкиров И Ряд Других Документов На основе Которых Уже Во французских Масонах Разрабатывались Документы Которые При последующей Переработке Стали называться Сионскими Протоколами То есть Первые Сведения Таких Документов Идут От середины 19 века Ну а Когда эти Документы Возникли На столе У Теодора Герцля На основателе Сионистского Движения В Берне Где проходила Первая Сионистская Конференция То Герцель Зачитывал Эти протоколы На специальных Заседаниях И Восторгался Гениальностью Их Авторов На самом деле Эти документы Прорабатывались Практически В течение Столетия И мы Сейчас это Поймем Когда Будем Читать Документ Так называемые 25 Принципов Иллюминатов Документ Представляется От 1776 Года Увидим Насколько Актуальными Эти документы Остаются Сейчас Вот Давайте Будем Сейчас Читать Эти 25 Принципов Иллюминатов И Немножко Их Покомментируем Обрыв Связи Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Итак Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей У нас 27 декабря 2016 года Вторник По одному Из старинных 17 день Месяца Белого Сияния Покоя И думать Итак Это документ 1776 года И он Возглавляют 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 Потомками Тех Самых Баварских Иллюминатов Отделение Они свое Уже В том же 1976 году Создали В Америке Ну А через Несколько Десятилетий То есть В середине 19 века На их основе Был создан Орден Найбрид Который Стал Впоследствии Главной Масонской Организацией Всего мира И до сих пор Ей является Вот Будем Читать Эти самые 25 принципов Иллюминатов Первое Пользоваться Тем Что в целом Люди Более склонны К злу Чем к добру Ну что это такое Это сатанизм Использовать Либерализм Второй принцип Ну Либерализм Как известно Происходит От Древней богини Слова Но Надо вспомнить О том Что Во Франции И в других Европейских странах Существовало Разветленное Секретное Гомосексуальное Общество Либертианцев Гностическое Общество Вот откуда На самом деле Происходит Слово Либерализм Третье Использовать Идею О свободе Для Провоцирования Межклассовых Войн И тут Надо Вспомнить О том Чем Занимался Маркс Маркс Разрабатывал Свою Так Назумаемую Коммунистическую Программу Именно Для Провоцирования Межклассовых Войн То есть Он Вынес Все Банкирское Сообщество Из своего Рассмотрения И стал Стравливать Общество Производителей То есть Рабочих И Организаторов Производства Вот Чем Занимался На самом деле Маркс Ну и Вся Программа Маркса Финансировалась Непосредственно Ротшильдами О чем Есть Документ В Британском Музее Четвертое Поскольку Цели Иллюминатов Оправданы Для их Достижения Необходимо Использовать Абсолютно Все Средства Ну и Как мы Видим Современная Политика Построена Именно На этом Принципе Пятое Право На ложь Является Законным Ну это В общем-то Право Иезуитов Поскольку Иезуиты Были Основателями Это Общество Иллюминатов Шестое Наши ресурсы И их сила Должна Оставаться Невидимыми До самого Момента Когда Они Приобретут Такую Мощь Что Уже Никакая Сила Или Козни Не Смогут Подорвать Их Ну тут Надо Вспомнить Высказывание Рокфеллера Где-то Двадцатилетней Давности Где он Сказал Что Мы Свои Заседания Сначала Проводили Втайне А теперь Нам уже Это не Требуется Потому что Мы набрали Такую силу Что Можем Работать Открыто И Никто Противостоять Нам Не Может Вот Это Выводится Из шестого Принципа Иллюминатов Седьмое Отвлекать Внимание Толпы На основе Ее психологии С целью Управления Массами Ну тут Много Примеров Современной Политики Вот в том Числе Многие Теракты Это Не только Жертвоприношения Но Они И делаются С целью Отвлекания Внимания Толпы От какой-либо Проблемы Восьмое Использовать Алкоголь Наркотики Коррупцию И все Социальные Пороки Для Систематического Разложения Молодежи Тут Комментарии Излишни Но я еще раз Говорю Что это 1776 Год Девятое Всеми Способами Захватывать Собственность Ну За приватизацией Нашего государства Мы Сейчас Наблюдаем Десятое Пользоваться Лозунгами Равенства Свободы Братства И вкладывать Ублых Уста Народных Масс Для ведения Психологической Войны Вот это именно Было сделано Марксизмом Например Одиннадцатое Руководить Ходом Войн С тем Чтобы народы Обеих Воюющих Сторон Еще больше Увязли В долгах И проводить Мирные Конференции Таким образом Чтобы ни одна Из противоборствующих Сторон Не получала Территориальных Прав На самом деле Практически Все Войны Начиная С конца Восемнадцатого Века Они организованы Именно Иллюминатами И финансировались Ротшильдами И такая же Картина Продолжается До сих пор Вот та Война с Международным Терроризмом Это есть Именно Организованная Война И все Так называемые Террористические Организации На самом деле Контролируются Масонскими Организациями По всему миру Такое происходит И финансирование Идет Именно от тех Людей Которых Мы теперь называем Хозяевами денег Во главе С теми же Ротшильдами Двенадцатое Члены Ордена Иллюминатов Должны Использовать Своё богатство Для того Чтобы Такие Кандидаты Которые Будут Послушны К их Требованиям Они Должны Использоваться Как пешки В закулисной Игре Их советники Должны Воспитываться И обучаться Способами управления Миром С детских лет Но это Мы сейчас Наблюдаем Потому что Для элитных Семей Сделаны Закрытые Школы Специальные Которых В которых Им Их обучают Вот этим Методом Психологии Действительно Изуитские Методы Но кроме того Они там Ещё изучают Чёрную Магию Тринадцатое Контролировать Прессу Ну Здесь всё Понятно Четырнадцатое После формирования Травматических Ситуаций Должны Появляться Наши агенты И представляться Спасителями Народных Масс Ну Вот Тут Очень много Примеров В том числе Примеров Которые Рассматривал Дэвид Айк Он рассматривал Этот вопрос Как проблему Создание Проблемы Дальше Реакция И решение И вот так Работает Современная Политика То есть Скажем Надо было Создать ситуацию Войны С терроризмом Ну Что Взорвали Здание Акт 9.11 Ну И пошла Реакция Какая реакция Надо Организовать Войну Со всемирным Терроризмом Ну И Решение Этой проблемы Продолжается До сих пор И по-видимому Продлится Еще Много лет А может быть Даже десятилетия Это вот Именно Та самая Третья Мировая война Столкновение Мусульманской И Европейской Белой Цивилизации То есть Проблема Специально Организована Пятнадцатое Создавать Промышленные Кризисы И финансовую Панику Безработицу Голод Нехватку Продуктов Питания И использовать Это для управления Массами Или толпой С целью Ликвидации Всех Тех Кто Стоит У нас На пути Здесь тоже Множество Примеров Например Ту войну Тот геноцид Который Развернули Троцкисты В 20-30-е Годы Ну или Ту же Самую Проблему Депрессии Которая Устроила По команде Иллюминатов Правительство Рузвельта В Америке Все это Было Сделано Совершенно Специально И намеренно Шестнадцатая Проникать В тайные Масонские Организации Для Использования Их В целях Иллюминатов Вот так Агенты Ротшильда Проникли И к Темплиерам И к Розенкрейцерам И Вызвали Войну Между Ними В результате Чего Вся Власть Масонства Постепенно Перешла К Ротшильдам Семнадцатое Объяснять Ценности Сематического Обмана Использовать Высокопарные Лозунги И фразы А так же Давать Щедрые Обещания Массам Несмотря на то Что они Являются Невыполнимыми Ну это В общем-то Повседневная Политика Которую Мы Видим Восемнадцатое Разрабатывать Детальные Планы По решению Проблем Вести Обсуждение Правил Уличной Борьбы Необходимой Для быстрого Подчинения Населения Ну вот это Все Подтверждается В современной Политикой После окончания Войн Использовать Наших Агентов В качестве Закулисных Советников И применять Тайную Дипломатию Для Установления Контроля За воюющими Сторонами Ну вот Тайной Дипломатии Мы ее Видим Видим Как Такие Люди Там Как Киссингер Там Саркази И другие Высшие Масонские Чины Участвуют Вот в такой Тайной Дипломатии Двадцатая Создавать Огромные Монополии Стремящиеся К управлению Через Мировое Правительство Ну вот Монополизация Мира Про сути дела Произошла Сейчас уже Произошла Монополизация Всего Российского Хозяйства Двадцать первого Использовать Высокие Налоги И нечестную Конкуренцию Для разрушения Экономики Через захват Сырьевых Ресурсов Организовать Недовольство Среди работников И субсидировать Их Конкурентов Ну это Теперешняя Всеобщая Практика Двадцать второе Разрабатывать Боевые Средства И формировать Силы Полиции И солдат Для защиты Наших Интересов И потребностей В необходимой Мере Ну На примере России Мы видим Как это Происходит Как скажем Милицию Переименовали В полицию Создали Теперь Национальную Гвардию И принимают Какие-то Зверские Законы Двадцать третье Лидеры И члены Единого Мирового Правительства Должны Назначаться Директорами Монополий Ну Мы Видим Как Срослась Правительственная Власть И власть Монополий Практически Одно Единое Целое И вот Видите Эта программа Была Заложена Ещё В 1776 Году Двадцать четвёртый Проникать Во все Классы И уровни Общества И правительства С целью Одурачивания Поражения И коррумпирования Молодой Части Общества Обучая Их Теориям И принципам Которые Как мы знаем Являются Ложными И Двадцать пятое Национальное И международное Законодательство Нужно Использовать Для разрушения Цивилизации И порабощения И управления Людьми Так что видим Вот То что Описано Было В книге Джона Коллимана Комитет Трехсот На самом деле Вот видите Имеет Очень давние Корни Вот Ну А Теперь Несколько О других Планах То есть Это 1776 Год Но Баварские Иллюминаты Создали Ещё Несколько Документов Вот я уже сказал На основе Которых Были разработаны Затем Так называемые Сионские Протоколы Окончательный Текст Текст Которых Появился Где-то В районе 1890 Года Когда уже Вовсю Началось Разработка И строительство Метро В Лондоне И Париже И Один из Пунктов Этих протоколов Говорит о том Что мы будем Использовать Метро Для устрашения Народов И Организации Там Террористических Актов Что происходило Уже в 20 веке В 21 Вот Ну а теперь О других Планах Которые В общем-то Предшествовали Этим самым Документов Баварских Иллюминатов Ведь они Произошли Не только От паладизма Они Произошли От Хасидизма И Безусловно Что влияние На хасидизм И На Иллюминатов Оказывали Книжки Хасидов В том числе Знаменитая Книга Таня Написанная В начале 18 века А ведь Вот Эти Любавические Хасиды Они На самом деле Вызывали У местного Населения Отторжение И надо Сказать Что Изгнание Вот этих Сатанистов Происходило Из самых Разных Стран Европы И То Что теперь Называют Кровавым Наветом На самом деле Запечатлено В истории Тысячами Документов Тысячами Свидетельств Изгнания Сатанистов Из разных Стран Вот В том числе Такие страшные События Происходили У Любавических Хасидов И Царская Полиция Заинтересовалась Этим Вопросом И поручила Его Исследовать Знаменитому Лингвисту Владимиру Ивановичу Далю Пользуясь Тем Что он Много Ездил По Европейским Городам Территории Нынешней Белоруссии Украины И он Собрал Очень Обширные Свидетельства Вот этих Кровавых Жертвоприношениях Которые Приносили Любавические Хасиды Но К сожалению Эта книга Теперь Объявлена Экстремистской Ну Надо Понимать Что Все Это Продолжается До сих пор И теперь Эти жертвоприношения Стали Гораздо Более Массовыми Чем Были Раньше Читайте Книги Скажем Дэвида Айка Дэвида Уилкока Ну И таких Наших Исследователей Как Галина Царева Которая Сделала Несколько Фильмов По этому Вопросу Ну Ряда Других Исследователей Которые Говорят О том Что Это Явление Сейчас Является Массовым То есть Ежегодно Пропадают Сотни Тысяч Детей Сотни Тысяч Детей Сатанисты Используют В своих Кровавых Ритуалах То есть Вот к чему Привело Замалчивание Темы Вот так Называемом Кровавом Навете Так вот Что происходило С этими Хасидами Дальше При Сталине Значит Их движение Было Объявлено Вредительским И Хасиды Были Высланы В Польшу А Там Их Уже По Личному Распоряжению Гитлера Перевез В Соединенные Штаты Адмирал Канарис Так что Крестным Отцом Вот этого Нью-Йоркского Движения Хаббат На самом деле Был Гитлер Ну Это не случайно Потому что Сама Семья Ротшидов Происходит От Любавических Хасидов Потому что Основатель Династии Ротшидов Учился Хасидизм В Галиции Так вот Что это Теперь За организация Которая Базируется До сих пор В основном В Америке Но постепенно Перетекает На Украину Где Главным Центром Становится Днепропетровск Или просто Днепр Как его Теперь Называют Так вот Что это За организация Они Писала У нас Много Эдуард Ходос Ну и ряд Западных Исследователей Об этом Писали Дэвид Дюк И тот же Дэвид Тайк Действительно Страшная Организация Которая Признана Крупнейшим Наркокартелем Которая Работает Совместно С корпорацией Барухов И Центральным Развитов Управлением То есть Если Центральное Развитное Управление Перевозит Наркотики С помощью Самолетов Кораблей То Хасиды Пользуются Тем Что Предметы Религиозного Культа Не подвергаются Досмотру В большинстве Аэропортов И Они могут Перевозить Наркотики Чемоданами Ну если Кто Смотрел Кино Большой Куш С Брэдом Питом То Помнят Как Там Вот Эти Хасиды Перевозили В своих Предметах Культа Бриллианты На самом деле Такое Делают И теперешние Хасиды Так Я воспоминаю Такой Случай Как Любовический Хасид Которого Назначили На должность Главы Сколкова Был Пойман В Израиле На контрабанде Алмазов Ну тоже Происходил В этом фильме Большой Куш Так что Главой Корпорации Стал Совсем Другой Человек Вот Это Что Касается Вот Движение Любовических Хасидов Которое Приобрело Очень Большую Власть В Соединенных Штатах Ну а Затем И в России Ну практически Весь Российский Украинский Олигархат Находится Под Руководством Этого Движения Хаббат Ну и вот Теперь мы Почитаем Другой Документ Ну а Надо Сказать Что Вот уже События Революции В России Первой и Второй Мировой войны Более детально Были описаны В планах Черного папы Масонства Альберта Пайка И Это был план Не только Трех мировых войн Но и революции В России И именно этим планом Руководствовался Орден Найбрита Во главе С Яковом Шифом Который Организовал В России Революцию И послал Туда Триста Своих Представителей В общем Своеобразный Комитет Трехсот В основном Это были Члены Бнайбрита Из которых Троцкий Формировал Правительство Россия Так вот Большая часть Вот этих Троцкийстов Имеет Происхождение От Любавических Хасидов Вот Почему В свое время Сталин Так боролся С хасидизмом Это была Часть Часть борьбы С троцкийстом На самом деле Так вот Теперь мы Почитаем План Который Якобы Был Разработан В 1994 Году И Считается Как бы Выступлением Минахема Медоршнерсона Главы Движения Хаббат Который Впоследствии Был Провозглашен Мессией Мышахом На самом деле Это вовсе Не план Шнерсона Потому что В 1994 Году Он уже Был Парализован Об этом Говорил Ходос И более того Как говорил Ходос Он Даже Отказался От того Чтобы стать Мышахом То есть Сами Вот эти Любавические Хасиды Сделали его Мышахом Вопреки Его воле Так вот На самом деле Вопреки Его воле Была разработана Вот эта программа Которая На самом деле Является Какой-то Компиляцией Гарвардского Хьюстонского Проекта И вот Размышлений Этих Членов Движения Хаббат Но тем не менее Это такая Мощная Мощная Компиляция Которая Выполняется В течение Более 20 лет Как мы Сейчас увидим То есть Ясно Что С одной Стороны Эта программа Она как бы Фальшивка Потому что Ее не мог Шнерсон Зачитывать Но с другой С другой Стороны Здесь чувствуется Рука Спецслужб США Ну и ЦРУ Потому что ЦРУ На самом деле Это организация Которая Является Компаньоном Движения Хаббат Как я уже Сказал В общем Не составляет Единую Экономическую Мафиозную Корпорацию Ну давайте Зачитаем Некоторые Выдержки Из Этого Документа Славянство А среди них Русские Самый непокорный Народ в мире Непокорный Он в силу Склада своих Психических И умственных Способностей Заложенных Многими Поколениями Предков Генов Которые Не подаются Переделки Славянина Русского Можно уничтожить Но никогда Нельзя покорить Вот почему Это семя Подлежит Ликвидации А на первых Парах Резкому Сокращению Своей Численности Ну вот То что Происходит В России Это и есть Резкое Сокращение Численности Именно коренного Населения В основном Русского А эти потери Уже Превысили Потери Во время Второй Мировой Войны Вот За время Прихода Власти Вот этих Любависческих Хасидов У нас В стране Второе Наши методы Борьбы Будут Отнюдь не военные А идеологические Экономические С применение С применением Методом Разделяя Возвращают Незаконно Собрания Организованы Сурковым И другими Другими Политтехнологами Они были Озабочены Донбассе Унесла Националисты Они финансируются Украинским Олигархатом И тем же Самым Движением Хаббат Об этом Говорил Ходос Он прекрасно Показал Что имеют Вот эти Корни Эти самые Украинские Националисты Они на самом деле Там Украинская Радия Там Набирают От силы Полтора Процента Голосов Так что На самом деле Никакой роли Они В украинской Политике Не играют Потому что Вся власть На Украине Принадлежит Тому же Хаббату Вот Ну В общем-то Дальше Если мы будем читать Достаточно Страшные слова Ну Люди могут Их Прочитать Продолжим С четвертого Пункта Многочисленную Популяцию Славян Мы лишим Национальной Элиты Которая И определяет Развитие Событий Прогресса Страны И в конечном Счете Ведь Вот История Для этого Мы понизим Их Образовательный Уровень Мы Будем Добиваться Того Чтобы В правительство Славянских Стран Было Как Можно Меньше Представителей Коренных Народов Которые Будут Заменены Нашей Еврейской Элитой В средствах Массовой Информации На радио Телевидении Печати В искусстве Литературе Театре Кино Мы Мы Постепенно Вытесним Национальные Кадры Заменив Нашими Или На крайнем Случай Космополитическими Будет Проведена Гуманизация Образования В результате Чего Предметы Структурирующие Мышление Левого и Правого Полушария Мозга Будут Уменьшены И Деструктированы Первая Язык Литература Вторая Физика И Математика Об истории Говорить Нечего Мы Дадим Быдлу Свой Вгляд На Историю Где Покажем Что Вся Человеческая Эволюция Двигалась К признанию Богоизбранной Нации Иудеев Но На самом Деле Вот Эти Программы Действительно Проводились По Образованию Были Радикально Сокращены Часы На Изучение Русского Языка И Литературы Даже Был Издан Учебник Под Названием Российский Язык Сокращены Часы На Физику И Математику А Астрономия Вообще Убрана Из Программы Вот Это Видите Как ни Странно Все Это Соответствует Программе Движения Хаббат Дальше Читаем Мы Не Допустим В этих Странах Развития Науки А Ядро Ученых Академия Будет состоять Из наших Людей Мы Не Допустим Никаких Высоких Технологий Что Приведет К полному Упадку Промышленности Которую Сузим До Производства Предметов Первой Необходимости Для Ограниченного Контингента Рабов Добывающих Нам Сырье Среди Горожан Много Инженеров Квалифицированных Рабочих Учителей Мы Создадим Им Такие Условия Проживания Что Они Будут Сами Бежать Как Сейчас Бегут Русские Страны СНГ Глухие Села Севера Где Им Покажется Прожить Легче Но На самом деле Это Будет Обманным Разложите Молодежь И Вы Победите Нацию Это Наш Девиз Мы Лишим Ваше Общество Молодежи Раслив Ее Сексом Роком Насилием Алкоголем Курением Наркотиками То есть Лишим Ваше Общество Будущего Мы Ударим По семье Разрушая Ее Сократим Деторождение Ну Гитлер Был Глупым Мальчиком Он Действовал Напрямую Миллионы Сжечь Расстрелять Закопать И тому Подобное Он Оставил Кровавые Следы Мы Действуем Более Хитро У нас Не Боит Следов Сократить Деторождение Хотя бы Наполовину Это уничтожить В год Два Три Миллиона Русских Без Всяких Физических Затрат Не надо Печей Патронов Могил И нет Следов Не родился Нет И виновных Ну А как Программа Сокращения Рождаемости Действует В нашей Стране Мы Прекрасно Видим Ведь Казалось бы Пропагандируется Программа Материнского Капитала Но На самом Деле Женщина Родив Скажем Первого Ребенка Попадает В положение Когда Не может Его Прокормить Потому Что Весь Этот Материнский Капитал Дается Через Большой Срок И Чтобы Его Получить Надо Затратить Немало Усилий Вхождение По Всяким Инстанциям Очень Часто Он Даже И Не До До Молодых Семей Ну А Казалось Бы Как Увеличить Рождаемость И Сократить Количество Абортов Которые Достигают Чуть ли Не Двух Миллионов В Год На Сам Деле Для Этого Даже Затрат Больших Не Требуется Учредить При каждой Женской Консультации Специалиста Психолога Который Своей Работой Сократит Число Абортов Но Сейчас Все Сделано Наоборот Консультации Род Дома Получают Деньги За то За каждый Аборт Получают Деньги Чем Больше Абортов Тем Лучше Вот Это И Программа Сокращения Страны Ну А надо Вспомнить Еще О том Что Проводятся Другие Гораздо Более Жесткие Программы Это Программа Наркотизации Ведь Сейчас В Россию Поступает Две Трети Производства Всего Мирового Героина И Это Идет Через Афганистан И Примерно Половина Этого Героина Оседает В России И Это Дает Потери Гораздо Больше Чем В свое Время Давала Афганская Война И Если Вспомним Что В Ульяновске Была Организована Так Называемая Логистическая База НАТО Для Переволки Якобы Каких-то Гигиенических Товаров Которые Там Шли Для Американских Войск В Афганистан То Ясно Что По всей Видимости Главная Задача Создания Этой Базы В Ульяновске Это Что Перевалка Наркотиков Прежде всего Героина Как ни Странно В том же В Ульяновске Находится Крупное Отделение Хабада Так что Налицо Опять же Совместная Работа ЦРУ И Хабада Как это Происходит В других Регионах Мира Естественно Что Никакие Уголовные Дела По всем Этим Вопросам Открываться Не будут Но Существуют Еще Более Страшные Вещи Такие Как Вакцинация Населения Я напомню Что 9 11 11 Была Провозглашена Программа Вакцинации Там Более 40 Миллионов Людей Для этого Было Закуплено Согласно Указу Медведева Вот такое Количество Вакцин От чего Вот так Называемого Свиного Гриппа Хотя При этом Было Показано Что В общем-то Никакого Свиного Гриппа Нету Что Вакцина Против него Была Разрабатана До того Как Этот Так Называемый Свиной Грипп Появился Ну А сейчас Существует Статистика К чему Это Привело Это Привело К Увеличению Бесплодия За каких-то 2-3 Года После Этой Массовой Вакцинации Более Чем На 10 Процентов То есть Речь идет О том Что С помощью Вот Такого Акта Это был Акт Аналогично Акту 9.11 Не случайно Совпадение Дат В России Не родились Миллионы Людей На самом деле В результате Этого Акта Это Следует Из Медицинской Статистики Ну А недавно Такое Уже Проводилось На Украине Где Было Закуплено 42 Миллиона Доз Вакцина Гордосила Тракошейки Матки Опять же Был Проделан Такой же Каббалистический Акт То есть Вот И в России И на Украине Одно и то же Ну А вот 42 Это Магическое Число В Каббале То есть Видите Сумасшедшие Люди Ну Это программа Международная Естественно Вот Делают Такие Акты Ритуального Жертвоприношения Которые Приводят К существенному Сокращению Населения Ну Существуют И другие Программы Сокращения Населения В общем Об этом Можно Много Говорить Теперь Дальше Почитаем Это Касается Разделения Российских Земель Уже Сейчас На землях Юга России Проживает Полтора Миллиона Армян Это Наш Форпост На первых Полях Для обмана Мы Объявим На Кубане Их Республику Затем Изгнав Казаков Преобразуем Ее В Хазарию Израиль Поможет Нам То Что Казаки Постоянно Пьяны Любят Власти Готовы Передраться К друг С другом Ну И вот Если Вы думаете Что Скажем Присоединение Крыма Отапетки Происходило По причине Того Что Наши Власти Захотели Воссоединить Русский Мир То Вы Конечно Ошибаетесь Я Напомню Что Референдум По Присоединению Крыма По указу Из Москвы Был Перенесен На Пурим Ну А если Вспомнить Что В то же Время Недавно Происходила Олимпиада В Сочи В субтропиках Зачем Это делать Зачем Такие Колоссальные Затраты Надо Тоже Понимать Что Это Разработка На самом деле Инфраструктуры Для Будущих Азарий Или По американским Планам По планам Набита Крымской Калифорнии Которая Должна Простираться От Одессы До Сухуми Ну А столицей Будет Сочи Вот Строительство Инфраструктуры В Сочи Необходимы Условия Для Простроения Этой Будущей Хазарии Ну И Как Говорил Бжезинский В свое Время Новый Мировой Порядок Будет Строиться На Обломках России И за Счет России Вот Это Будет По их Планам Такой Обломок России И за Счет России Будет Построена Вся Эта Инфраструктура Включая Так Называемый Крымский Мост Ну Все Это Конечно Произойдет Если Мы не будем Сопротивляться Этой Программе Построения Новой Хазарии Вот Видите Как Все Это Было В планах Изложенных Еще В 1994 Году Вот Что Касается Про Сибирь Что Говорится В этих Планах Если В прошлом Веке США Купили У России Аляску То В 21 Веке Купят Полностью Сибирь Куда Войдут Территории Между Енисеем На западе Северным Ледовитым Океаном На севере Тихим Океаном На востоке И границы Китая Монголия Северной Кореи На юге Этой земли В два раза Превосходит Территорию Самих США Ну И дальше Идет Речь О покупке Ну Родилось У наших Правителей Более Гениальное Решение Это территория Опережающего Развития Так что В общем Тут даже Покупать Ничего И не надо И теперь Транснациональным Монополием Передаются Во владение Огромные Территории Ну Пока что Это территория Семьи Стих Крымов А потом По виду Будет Еще Больше Дальше Читаем Под видом Демократических Преобразований Дадим Славянскому Быдлу Монархию Каждому Мариняточного Президента И побольше Блеска Шума Помпы Монархизм Хорош тем Что всю Энергию Масс Направляет Свисток Отвлекает От нашей Тайной Активной Работы Про структурирование Населения По образцу Необходимому Нам Президент Это Ширма Вроде Избранная Всенародно А мы Подделаем Избирательные Процедуры Так Чтобы Все Казалось Законным Из-за Которой Мы Будем Управлять Всеми Необходимыми Процессами Президент Будет Наделен Неограниченными Полномочиями Ну вот Если Вспомнить Что у нас Очень Многие Политики Которые Изображают Из себя Патриотов Говорят О том Что президенту Необходимы Чрезвычайные Полномочия То Неважно Понимая Или не понимая Источник Этой программы Они работают Именно Вот На Эту Программу 1994 Года О том Чтобы дать Президенту Чрезвычайные Полномочия Ну и Также Монархическая Программа Тоже Проводится Ими Также Программа Приведения К власти Гоген Цолернов Более того Мы уже Недавно Видели Как Хазанов Представитель Так сказать Еврейский Официальный Представитель Еврейской Общины В России Надевал На нашего Президента Корону Ну а потом Еще и Жириновский Пропел Боже Царя Храни Ну это Все В общем-то В рамках Этой же Самой Программы Дальше Читаем Путем Перестановки Кадров На высших Постах Силовых Структур Он Волгове Их Поставят Наших Людей Армия МВД ФСБ Всяческие Спецназы Будут Напрямую Подчинены Президенту А значит Девочки Идущие К рукам Президента И мы будем Дергать За эти Вревочки Так Как надо Для Осуществления Градиозного Замысла Покорения Всех Племен Царств Подчинения Их Нашим Сверх Народом Избранным Богом Израилевым Ну действительно Кажется Что нас Президент Действительно Пытается Проводить Какую-то Самостоятельную Политику Но если Сличить То Что реально Происходит С планом Хаббата То оказывается Что В действии Проводится Именно Этот план Даже Это касается И Скажем Каких-то Международных Вещей Вот Что говорить О том же Самом Об организации Войны в Сирии На первый взгляд Мы поддерживаем Осада Боремся На дальних Рубежах С терроризмом Но если Вспомнить Что сам Терроризм Это Маска Это В общем-то Организованная Программа Теми Меже Самыми Хозяевами Денег И мы Начиная С 2001 Года Участвуем В этом Цирке В этой Борьбе С так Называемым Международным Терроризмом Хотя На самом деле Организатором Международного Терроризма Являются Являются Те же Самые Хозяева Денег И об этом Как помните Прямо Говорил Арон Руссо В своем Интервью Которую Он давал После бесед С Николасом Рокфеллером Членом Комитета Трехсот Кстати Вот Так что Видите Откуда Все это Идет Ну Дальше Читаем Но Главное Деньги Они делают Все Они власть Они силы У кого Деньги У того Оружие Сверхсовременное У него Наемная Армия Деньги Владеют Средством Массовой Информации Двучившим Миллиарды Лицкого Скота Подкупают Нужных Нам Людей Убирают Непокорных Бомбят Сопротивляющихся Фанатов Иракцев Сербов В перспективе Русских Все решает Капитал И захват Власти Ну В общем-то Все очевидно Все что Происходит Сейчас В общем-то Описано В этом Плане Ну Вот тут Речь идет О переселении Евреев На территорию России Строительства Великой Хазарии Ну И теперь О судьбе Русских Первый Этап Унизвести Русских До уровня Народов Третьестепенных Отсталых Не способных На самостоятельное Существование В качестве Суверенного Народа Второй Этап Направить Русский Народ На путь Биологической Деградации И вымирания Вплоть до Исчезновения Его в качестве Этнически Значительного Явления Планируется Его сокращение До 50 И даже 30 миллионов А потом Итого Менее Но В общем-то Не надо Каких-то Иллюзий Тут питать Потому что Дальше Говорится о том Что В результате Весь русский Дород Должен полностью Будь уничтожен Вот такая Программа И самый Третий Самый страшный Завершающий Аккорд Русской Трагедии Состоит Вычеркивание Русских Как народа Из мировой Истории После чего Лишь с помощью Логических И математических Методов Можно будет Вычислить Что в 20 Веке Существовал Какой-то Великий народ Сыгравший Огромную Историческую роль Однако Вряд ли Новые Хозяева Мира Позволят Себе Признание Того Факта Что этот Народ Русский Вся история Будет Специфицирована Так Чтобы от Русских И следа Не осталось Ну Тут Признание Лидеров Хаббата Что на самом деле Не они являются Хозяевами мира То есть Конечно Главную роль Играют Вот те Элиминаты И общество Бнайбрит Но тем не менее Хаббатники Вот нашли Такую Свою Нишу И Они Находятся В тесной Взаимосвязи С ЦРУ И С Бнайбритом В лице Киссинджера И Они Естественно Ведут Программу Так называемого Мирового Правительства Но приспосабливая Ее Под свои Цели Ну вот Это касается Планов Движения Хаббат Ну А В общем-то Более Такие Детальные Планы Можно Прочитать В выступлениях Киссинджера Бжезинского Представителей Королевской Семьи А планы Это действительно В последнее время Становятся Все более Более Ужасающими Так Английская Королева Недавно Говорила О том Что это У нас Сейчас Последнее Рождество Пугал Третий Мировой Говорил Что она Уже Началась Папа Римский Глава Семейства Ротшильдов Тоже Пугал Недавно Пугал На ссоры Что 25 Числа Что-то Случится Страшное Ну И так Далее То есть В общем-то Эти планы В какой-то степени Выполняются Но не надо Так вот Буквально Принимать К сердцу То что говорят Эти сумасшедшие Люди Ну а тем не менее Вот вы На примере Того Что Произошло С нашим Самолетом Последний раз Убеждаемся О том Что в общем-то Эти предупреждения Имеют Под собой Почву И именно На Пурим Произошла Трагедия С нашим Самолетом Я напомню Что Вот такой Похожий Случай Падение Ту-154 Над Черным Морем Произошел В 2001 Году На другой Иудейский Праздник Суккот Тоже В Черное Море Упал Самолет Ту-134 Значит Было Сказано Что якобы Его сбила Украинская Ракета Но потом Расследование Показало Что украинская Ракета Его не смогла Сбить То есть По всей Видимости Мы имеем Дело С Баллистическими Жертвоприношения Этих Людей Тоже Касается Скажем Самолета Под Донецком Сбитого В 2014 Году Трагедии На Синайском Полуострове Нашего Огромного Самолета И так далее То есть Вот это Все эти Теракты На самом деле Это Часть Каббалистического Плана По Построению Нового Мирового Порядка Власти Мышаха Вот Ну а теперь Я думаю Можно Переходить К вопросам Да Можно Тем более Что их Достаточно Много Накопить Тогда Перейдем Как К вопросам Перейти Сейчас Я Включу Отбивочку И Наверное После этого Мы сразу Перейдем К вопросам Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что Сегодня По календарю Одному Из современных Календарей 27 декабря 2016 года Вторник По одному Из старинных 17 день Месяца Белого Сияния Покоя Мира 7.525 Лето Понедельник Планирование Будущее Планирование Будущего Такова тема Сегодняшнего Эфира И Сергей Альбертович Саль Нам об этом Рассказывает Мы Подошли К Части Нашего Эфира Который Будем отвечать На вопросы Вопросы Принимаем В чате Народного Славянского Радио Я уже Много раз Говорю Куда попасть Славомир.org Наш сайт Пока еще Новый Не включился Старенький Сайт Работает Набирайте Народное Славянское Радио Подайте На этот Сайт Дальше Это слово Чат Если Незарегистрированный Логин Пароль Емейл Указываете Если Зарегистрированный Логин Пароль Вводите Все После этого Вы уже В чате Итак Те вопросы Которые Появились Мы Зачитаем Владимир Измытич Прислал Вопрос В эфир Здравия Сергей Вопрос Такой Если Завтра Тебя Пригласят Лететь На Далекую Планету Строить Там Новое Общество Так Сказать Билет В один Конец На 100 Человек Ты Все Бросишь И Полетишь Что Положишь В чемодан Я Никогда Не думал Куда Улететь Вообще Все Эти Вопросы Космических Путешествий Все Это Полная Глупость Человеку Надо Обустраивать Землю Я Уже Давно Говорил Что При современном Уровне Техники Космические Путешествия Просто Невозможны Надо Не думать О том Чтобы Куда Убежать Надо Обустраивать Свою Землю Обустраивать Россию Так Что Об этом Я даже Не думаю Не советую Никому Думать На эти Темы Это Просто Глупость Я Так Думаю Здесь Вопрос Все Так С Неким Подвохом Дан Потому Что Элемент Стеба Есть Здесь Вопрос Что Положишь Чемодан Это О том Какие Вещи Какие Книги Тебе Близки Вопрос В этом Заключается Если Книги То Я Уже Лет 15 Книги Не Покупаю Потому Что У меня В квартире Не Помещаются Но Электронная Библиотека У меня Тебя Просто Огромная Хотя В каком Направлении В основном Я бы Взял С собой Историческую Литературу Потому Что Чтобы Планировать Будущее Надо Разобраться В прошлом Прежде всего Историческую Литературу Прежде всего Историческую Так Хорошо Идем Дальше Отшельник Задает вопрос В эфир Сергей А госпитальеры И тамплиеры Это не одно и то же Нет Общество Госпитальеров Было Даже Несколько Раньше Основано Но Понимаете Они как бы Стали Подвизаться В базе Ватикана И постепенно Туда проникать Но Тамплиеры Это гораздо Более страшное Общество Чем Госпитальеры Госпитальеры Это вполне Нормальное Общество А тамплиеры Это Самые Настоящие Сатанисты Так что Это не одно и то же Конечно Вопрос В эфир От Василия Из Омска Сергей Либертович Есть мнение Что Общественные Паразиты Оседлали В кавычках Нашу страну Как минимум С 1612 года Когда на трон Посадили своих Агентов Романовых С тех пор На Руси Один клан Паразитов Сменяет На другой Меняя нам Вывеску Монархизм Царизм Социализм Демократия И так далее Разводя нас По настоящее время Исключительно И включительно Первое Вопрос Согласны Вы С этим мнением Или нет Второе Как выйти нам Из этих игр Третье Как и на каких Принципах Нам строить Культурное Справедливое Народное Общество Благодарю за ответ Ну вот Вопрос такой Обширный Так что На него отвечать Очень долго Я попытаюсь Так очень кратенько Ну что касается Вот этого Внешнего управления То на самом деле Надо говорить Не о 1612 Годе О Времени Крещения Так называемого Крещения Руси Владимиром Вот это действительно Было Вмешательство В нашу Ведическую Культуру В нашу Историю И это Была Самая Настоящая Диверсия Ну и Не случайно Владимиру Ставятся Памятники Громадные О нем Снимаются Фильмы И так далее Как Концепция Общественной Безопасности Говорится Что Чем больше Почести Оказываются Нашим Правителям И тем Больше Вред И ущерб Они нанесли Нашей Родине В прежние Годы Ну это Касается Таких Деятелек Скажем Как Петр Первый И Другие Деятели Которых Наши Либералы Благотворят А на самом Деле Конечно Которые Были Разрушителем России Ну а Что касается Романовых То На самом Деле При Романовых Началась Настоящая Христианизация Руси То есть То что Происходило До этого Христианизации Нельзя Назвать Я уже Говорил о том Что на самом Деле Когда появился Новый Завет Ветхозаветные Истории Стали Внедряться В Библию Гораздо Позже Ну на самом Деле Род Романовых Был Прерван Тем же Самым Петром Первым Который Не оставил Мужского Наследника А потом Уже Появился Павел Первый Который Вообще Был Неизвестного Происхождения То есть Вот Последующие Цари за Петром Первым На самом Деле Были Самозванцами Никакого Отношения К Романовым Не имели Но тем не менее Вот уже В последней Династии Романовых Были Внедрены Так называемые Лондонские Агенты Они как бы Уже Были уже Причислены Не к Романовым А Вот К роду Представителей Немецкой Черноаристократии Но при этом Надо сказать Что они оставались Истинно Православными Людьми И Сравнивать их С английскими Правителями Которые были Их родственниками Конечно Нельзя Но Что касается Возрождения Монархии В России То конечно Было бы хорошо Чтобы это было Сделано Но К сожалению Это практически Невозможно Потому что Наша элита Готовит Совсем Другую Программу То есть Программу Внедрения Сюда Английских Ротшильдовских Агентов Под видом Гогенсолернов Так называемых Лже Романовых Которые На самом деле К Романовым Вообще Никакого отношения Не имеют Всего того Что я сказал Только что В силу Их совершенно Другого Еврейского Происхождения Вот Ну А Что касается Что делать Ну Я об этом Многократно Говорил Надо Прежде всего Начать С того Что Запретить У нас Все разновидности Сатанизма Потому что Именно Сатанизм Разрушает Нашу страну То есть Если мы Не остановим Те Процессы Которые Идут В стране Которые Проводятся Мировым Сатанизмом Мы Ничего Не успеем Сделать То есть Начинать Надо Именно С этого И Надо Разработать Программу Приведения К власти Действительно Русских Национальных Лидеров Ну А те Люди Которые Сейчас Кричат О чрезвычайных Полномочиях Путину Они В общем-то Выполняют На самом деле Сатанинскую Программу Вне зависимости От того Как они Понимают Свои действия Даже некоторые Считают Что это Патриотизм На самом деле Как я Как я уже Сказал Как следует Из того же Программы Движения Хаббат На самом деле Это их Программа И Ни в коем Случа Нельзя ее Приводить В действие Ну А лидеров В России Полно Я бы Хотел Видеть Чтобы У власти В России Пришли Такие люди Как Валентин Катасонов Юрий Болтер Степан Сулакшин Другие Умнейшие Люди Которые Именно Которые И Могут Спасти Россию Но К сожалению В ближайшее Время Им Власть Не Светит И По всей Видимости Разрушительные Процессы В России Будет Продолжаться И Власть Всех Людей Которая Кучкуется Сейчас Вокруг Президента И Вокруг Партии Единая Россия Продолжится К сожалению А почему Не светит Власть На ваш взгляд Что не хватает Людей Не хватает Что-то еще Другого Дело в том Что все Патриотические Движения В нашей Стране Сейчас Подавлены Те что Есть Там Внедрены Провокаторы Ну и Одновременно Вот Проводятся Такие Псевдопатриотические Компании Вот как По организации Войны В той же Украине Теперь По Приданию Президенту Чрезвычайных Полномочий И так далее То есть Эти программы Успешно Проводятся К сожалению Ну Как вы понимаете У кого деньги Тот и делает Погоду В политике Мы И одновременно По сути дела Наши лидеры Патриотического Движения Запуганы Потому что Идут Массовые Процессы Массовые Посадки Ужесточается Законодательство Вернее Это тот же Совершенно Дикий Пакет Яровой Конечно Яровая К нему Не имеет Никакого Отношения Все это Идет Из администрации Президента Может быть Даже Из рубежа Идет Так что Видите К сожалению В ближайшее Будущем Мы не можем Рассчитывать На то Что К власти Придут Патриотические Силы И по всей Видимости Ситуация Будет Доведена До Хаоса До Голода И большого Кровополития К сожалению Но Если бы Действительно Произошло Объединение Патриотических Сил И люди Отказались От таких Лозунгов Как Чрезвычайная Власть Президент Я думаю Ситуацию Можно было Изменить И уже На ближайших Президент Президентских Выборах Удалось бы Набрать Много Голосов Лидерам Патриотических Движений Если бы Они Так сказать Выставили Какого-то Общего Кандидата Ну вот Я трех Кандидатов Назвал Могу еще Назвать Множество Других Кандидатов Действительно И вот На основе Таких Людей Патриотических Взглядов Умнейших Образованнейших Людей И Должна Строиться Новая Программа Патриотических Сил Опять же Патриотическое Движение У нас Очень Разопщено Лидеры Запуганы И вот К сожалению В ближайшем Будущем Вряд ли Удастся Выставить Такого Единого Кандидата И провести Действительно Демократические Выборы То есть Ближайшие Выборы По всей Видимости Опять-таки Превратятся В фарс В переизбрание Президента Ну Альтернативой Будет Выступать Скажем Такой Человек Как Навальный Так сказать Масон Выпускник Ельского Университета Так что Видите На самом деле Русское Движение Очень плохо Организовано И поэтому В ближайшем Будущем Я пока Не вижу Хороших Перспектив В ближайшем Будущем Так получается Первый этап Это все-таки Не выбор Того самого Царя Или кого-то еще Или президента Как по-разному Можно его называть Русского Как вы говорите А все-таки Это объединение Тех людей Которые Себя Считают Русскими Кому Дорога Русская Идея Кому Дорога Совесть И так далее И тому подобное Да Объединение И объединение Прежде всего На базе Коммунистической Фракции Как это ни странно И как бы многие люди Плохо не относились К Зюганову Но Коммунисты Это сейчас Единственная сила Которая Может создать Альтернативу Партии чиновников Единой России А ведь Если Люди Узнают Какая эмблематика У Единой России Они от нее Отвернутся И надо Сделать так Чтобы Множество людей Об этом узнало Это обязательно Нужно сделать И Тогда Имеются Все шансы К тому Что С участием Коммунистов Патриотические силы Будут объединены И будет Выставлен Достойный кандидат И достойные Его помощники Вот На основе Патриотических сил Где коммунисты Сыграли свою роль Потому что Несмотря на то Что Многие коммунисты По сути дела Представляют Из себя Марионеток Кремлевской власти Тем не менее Среди коммунистов Очень много Честных Образованных И действительно Умных людей Которые Вот В будущем Таком правительстве Могут Составить основу Так что Вот Я думаю Реальная цель Это объединение Патриотических Сил На базе Коммунистической Фракции В Думе Другого пути Я пока не вижу Потому что Других Таких Организованных Сил Нету Но Тут надо Работать И надо Переступать Через собственные Амбиции Надо Объединяться И хватит Там Ругать Коммунистов И ругать Других Представителей Патриотического Движения То есть Пора кончать Ссориться И пора Объединяться Я согласен Что пора Кончать Ссориться Еще один фактор Немаловажный Который будет Способствовать На мой взгляд Объединению Это здравомыслие А здравомыслие Возможно Только в том случае Если люди Которые Хотят Возродить Россию Перестанут Употреблять Пойло Различные Наркотики И прочую Гадость Потому что Если люди Употребляют Это То Умы Уже Задурманены И это Говорит о том Что Уже Трезво Мыслить Не удастся И найти Какой-то Диалог Найти Какую-то Форму Объединения Так же Не получится Поэтому Одним Из Фундаментов Объединения Является Все-таки Здравый Подход К своей Жизни Отказ От любых Наркотиков И Протрезвев Тогда Вполне Возможно Все-таки Удастся Объединиться Потому что Многие Часто Говорят Про Объединение Русских Про Объединение Славян Про То-сё Пятое Десятое Но при этом Применяют На себе Те методы Уничтожения Которые Нам же И подбрасывают Это какой-то Нонсенс Это какой-то Бред Когда мы Говорим Про Объединение Про Русскую Какую-то Идею Но при этом Потребляем То, что Нам навязывают Для Саморазрушения Да Ну и Среди таких Людей Я думаю Немало Действительно Провокаторов Иногда Бывает Что не Провокатор Человек Вроде Он Правильные Вещи Говорит И хочет Это Но Находясь Под воздействием Наркотика Он просто Повторяет Ту глупость Которую Ему Навязали И Не являясь Напрямую Провокатором Не отрабатывая Деньги Он просто Напросто Повторяет Глупость Что является Скрытой Провокатор Ставлен Скрытым Вот это Страшные Вещи Люди Просто Не понимают Иногда Что На самом деле Происходит Да Ну видите Что И наркотизация И алкоголизация Это в общем-то Часть Государственной Программы На самом деле И Вот Эта программа Согласуется Вот с теми Документами Которые Я Зачитывал То есть Реальной борьбы Конечно С наркомафии У нас нет И Все это Как бы Поддерживается Современной власти Потому что Современной власти Выгодна Выгодна Алкоголизация Наркотизация Населения Так Хорошо Разобрались С этим вопросом Дальше Вопрос эфира Юрий из Бреста Задает Сергей Альбертович По вашему мнению Вскрытие Гроба Господня Может иметь Последствия Аналогичные Последствия Вскрытие Могилы Тамерлана Ну понимаете Вот когда Вскрыли Могилу Тамерлана Началась Великая Отечественная Война Но ведь Она была Запланирована Гораздо раньше Так что Так что Вот так Прямо Связывать Эти события Нельзя А Связывать Эти события Надо В том Плане Что Это Вскрытие Происходило Совершенно Намеренно С тем Чтобы Затем На основании Вот этого Вскрытия Произвести Радикализацию Событий На Ближнем Востоке Ведь Что Что Сейчас Делается На Ближнем Востоке ИГИЛ Как известно Был Создан Спецслужбами США Израиля А Само Название ИГИЛ Или АСИС По латинской Термологии Это Израэль Secret Engineering Service Это Что Такое Это Первоначальное Название Организации МОСАД А МОСАД Был Организован Ми-6 В свою очередь Так что Когда Множество Людей На Западе Узнало Решифровку Этой Абриатуры Тут же Появилось Новое Название Этой Организации Кстати Руководят Этой Организацией Офицеры МОСАД Так вот Что Делается С помощью ИГИЛ Можно Посмотреть Что Вся Территория Действия ИГИЛ Она Совпадает С Территорией Будущего Великого Израиля То есть Расчищается Территория С помощью Организации Войн Между Суннитами И шиитами И другими Подразделениями В общем Это такая Война Всех Против всех К сожалению Туда Ввязалась Россия Было бы Здорово Если бы В православной Церкви Оказался Такой Человек Как В свое Время Распутин Ведь Распутин Хотя Он Он Был Не Представителем Традиционной Православной Церкви Он Был Из Старобрядцев Он Ведь На коленях Стоял Перед Николаем Вторым И Говорил Ему Что Нельзя Вступать В войну Это было В 12 Году Если бы Он Такое Сделал В 14 Году То Возможно Бы Что Масштабы Первой Мировой Войны Были Гораздо Меньше Но Россия Ввязалась Вот И Сейчас Она Ввязалась В эту Войну А Ведь Цель Этой Войны Это Что Пришествие Мышаха И Был Такой Веленский Гаон Гений Еврейской Мысли Который Является Кстати Предком Теперьшнего Премьер-министра Израиля Натаньягу Так вот Он Говорил Что Когда Русские Возьмут Крым Время Пришествия Мышаха Приблизится Очень Сильно А когда Русские Корабли Войдут В Константинополь То Мышах Придет Немедленно Так что Вот Задача Натаньягу И у всех Вот этих Сионистских Сил Состоит В том Чтобы Втянуть Россию В войну С Турцией И вот Присоединение Крыма Было сделано Полностью В соответствии С этой Программой Ну а дальше Надо добиться Того Чтобы Россия Затеяла Войну С Турцией И Вела Свой Флот В Константинополь Ну а дальше Уже Будет Пришествие Мышаха Ну а На самом Деле Вот есть Такой Китаевед Андрей Девятов Он Достаточно Убедительно Показал Что Главная Цель Направления Вот таких Наших Военно-морских Сил Оснащенных Комплексами Там С-300 С-400 Состоит В том Чтобы Поставить Зонтик На территорию Израиля То есть Предполагается Что в нужный Момент Россия Поможет Систему ПВО Израиля Для того Чтобы Израиль Нанес Сокрушительный Удар Пою Ирану Чтобы Иран Не дал Ответных Действий Но Сейчас Как вы видите В Сирии Идет Борьба Всех Против Всех Ну и Вот На фоне Скрытия Гроба Господнего Возможно Такая Ситуация Когда Израиль Решится На Радикальный Удар Против Ирана Ну а Ведь Израиль На самом деле Ну Израильские Ястры Я не говорю О израильском Народе Потому что Там разные Настроения У народа Ведь они Израильское Ястрово Прямо Радуется Тому Что происходит В Сирии Что происходит Такая Междуусобная Война Которая По сути Дела Превращает Сирию В пустыню То есть Неважно Там Осад Не Осад Там Кто будет Руководить Сирией Главное Чтобы Превратить Сирию Некогда Цветущее Государство В пустыню Вот Задача Этих сил Так что Вот Скрытие Гроба Господнего Открывает Согласно Пророчествам Вот Такую Эскалацию Событий На Ближнем Востоке И Последую Последующее Пришествие Мышаха А ведь Вскрытие Гроба Господнего Это Процесс Который Произошел Согласие Нашего Патриарха Без Согласия Нашего Патриарха Это было Сделать Невозможно Ну и кроме того Патриарх Благословил Наши вооруженные силы На Поход В Сирию А ведь Что такое Сирийские события Это Третья мировая война Это Тот самый Армагеддон Который Описан В Библии Армагеддон Должен Привести К уничтожению Сирии К уничтожению Ирана Хотя бы Частичного Ну и Прихода Ко власти Мышах Вот что Они добиваются То есть Скрытие Гроба Господнего Идет Именно В этом Направлении И Ведь К чему Привели действия Лидеров нашей Православной церкви Вот я только что Зачитывал Выдержки Из планов Хаббат Относительно церкви Они же прямо говорят Что мы поставим Своих людей Управлять Православной церковью Вот такое Произошло Ведь Недавно Было объявлено Совсем недавно Что Патриарх Кирилл Получил Третью Третью Ученую Степень Посмотрите Это там По многим Средствам Массовой Информации Проводилось О чем Это говорит Что ему Дали Третью Третью Степень Масонства То есть Патриарх Кирилл По сути Дела Превратился В сатаниста Об этом Говорят И многочисленные Его встречи С лидерами Масонства И встречи С Папой Римским С английской Королевой В общем-то Видите Он На самом деле Провел Западную Программу И он Внес Свою Влепту В пришествие Мышаха Вот Зачем Все это Делается То есть Вырисовывается Такая Интересная Картина Изначало Некто Вот эти веселые ребята Нарисовали план действий Запланировали его Расставили реперные точки Вот тогда-то будет сделано Вот это Тогда-то будет сделано Это, это, это Отправили это Как послание И получилось следующее Когда реперная точка Вскрывается То Многие получают Сигнал Хопаньки Пора действовать Вот К примеру Вскрыли Тамерлана Война Значит Все Можно Все готово Можем начинать Вскрыли Гроб Господень Все Можно Следующий этап Там Башни Близнецы Упали Ну условно Значит Делаем вот это Да Следующий этап Теперь смотрите Они вскрыли Гроб Господень Следующий этап Это организовать Несхождение Благодатного огня И вызвать Всемирную панику Но это уже к весне Понимаете Вполне возможно Такая ситуация И тем более Что Благодатный огонь Сейчас находится В руках Украинского Олигархата Это давно уже Так что Могут организовать Все что угодно Вот Ну а Еще надо Говорить о таком Источнике Где Указываются Будущие события Как Обложка Журнала Экономист Ротшардовского Журнала Если вспомнить В ней Были предсказаны Крымские события Присоединение Крыма То есть Это было Сделано Заранее За год И все Осуществляется С этой самой Обложкой Но тем не менее Надо сказать Что Не все У мировых Кукловодов Получается Ведь в прошлом году На обложке Этого журнала Была изображена Вполне радостная Хиллари Клинтон То есть Предполагалось Что она будет Президентом Но Этим планам Не суждено было Сбыться Ротшильдов Да Видите Это удивительно Но К власти в Америке Пришел Трамп Конечно Человек Ими контролируемый Но тем не менее В общем-то Это дает надежду Что вот этот Апокалиптический план Будет Смягчен Или даже Свернут Благодаря Трампу Хотя Его тоже Вынудит Его конечно Проводить Ну во всяком случае Понятно Что планы Были Изначально Созданы Все точки Были расставлены Теперь по этим планам Они действуют Вскрывая эти точки И указывая Своим последователям Что вот Предсказание было Значит действуйте Вот так Будет вот это Ну Опять же С другой стороны Мы видим Что не все У них идет так гладко Это означает следующее Что есть некая сила Которая все-таки Способна каким-то образом Подправлять Изменять А может быть Перенаправлять Их действия Вопрос только в другом Готовы ли мы Сами Очень часто бывает так Что мы хотим Чего-то хорошего и светлого Но при этом Нам больше нравится Сидеть на диванчике И смотреть в голубые телевизоры Вот Это проблема Современного человечества Идем дальше Идем дальше Василий Саратова Саратова Здравия Сергей Альбертович Из какой части небосвода Дует в кавычках Эфирный ветер То есть из какого созвездия И дует ли этот ветер Постоянно в одном направлении Или направление меняется Благодарю за ответ Направление немного меняется Значит у нас Были такие В Путсковской обсерватории Исследователи Мишин и Шпитальный Которые вот Нашли направление Такого потока Оно Меняется оно Достаточно долго Дело в том Что земля Участвует В сложном процессе Она Вместе С ядром В виде созвездия Плеяд Вращается Вокруг плоскости Млечного пути Пересекая Эту плоскость Каждые 12 тысяч И половина лет Примерно Так что Период Этой Прецессии Это примерно 26 тысяч Лет И Он Соответствует Как известно 12 знаков Зодиака То есть Один оборот Это 12 знаков Зодиака Которые Проходит Земная ось Испытывая Такую Прецессию В результате Движения Вокруг Плоскости Млечные пути Естественно Что Направление Этого ветра Меняется Меняется Направление Излучения Которое Идет Из так называемых Ядра галактики Это излучение Но честно Связано С явлением Жизни Поэтому В краткосрочной Перспективе Это связано С так называемыми Знаками Зодиака И Как вы знаете Если человек Относится К какому-то Знаку Зодиака То это отражается На всю его Последующую жизнь Это никакая Не мистика Это связано Именно с тем Что Меняются Вот эти самые Галактические условия Потому что Развитие Любого организма Происходит Под действием Этого излучения Его направление Мощность Меняется Поляризационные Характеристики Меняются Все это Происходит Но В долгосрочной Перспективе Это так называемые Дни и ночи Сварога Но это уже Большие Промежутки Времени Вот связанные С движением Солнечной Системы Вокруг Млечного Пути То есть Вот такие Сложные Явления Которые Модулируют Все жизненные Процессы На земле Дальше Вопрос Эфир от Олега Зыркутска Здравия Сергей Альбертович Как вы думаете Долго ли Матушка Земля Будет терпеть Издевательство Над нею Технологической Цивилизации Которая построена С подачи Ротшильда Фракфеллеров И так далее Ведь как Пел Владимир Семенович Высоцкий Счетчик Щелкает А все равно К концу пути Придется рассчитаться Благодарю Если говорить Тем не менее Программы Программы Которые Так сказать Пропаганде Пропаганде С построением Другому пути И в этом Идем дальше Вопрос эфир От Антона Доброго крепкого здравия Что ты думаешь Сергей Альбертович О деятельности Анатолия Анатольевича Шляхова Который На более Мирском уровне Пытается донести Что и ты До людей Заблачай Иуд Он часто Включает Твои лекции И других Знающих Благодарю Ну Шляхова Я увидел Впервые Лет Наверное Десять назад В общем Слушать его Долго В общем Надо иметь Очень большое терпение Личность Конечно Героическая Очень больной Человек Который Мучается Со своим здоровьем Все время Лечится Несмотря На постоянные Боли Он продолжает Свою В общем-то Героическую Деятельность В интернете Со многими Его высказываниями Я бы Не согласился Надо как-то Поделикатней Выражаться Но тем не менее Он делает Очень важную работу Так же Как и его Однофамилец И романах Антоний Шляхов Тоже его Надо слушать Ну И закрывать глаза На некоторые Его резкие Высказывания Но В общем-то Эти люди Говорят Делом Идем дальше Отшельник Так Отшельник Да Геннадий Из Твери Подписался Так Сергей Васильевич Он себя называет Насколько Несколько Вероятностей Подтверждено Что наш царь Петр Был подмен На Петра Самозванца Или Как назвал его Чудинов На Анатолия Благодарю За ответ Насколько Это вероятно Ну Я даю Этому Сто процентов Тут Все доказательства Уже Представлены Тут уже Не надо Сомневаться Так Дальше Павел Ордынский Вопрос в эфир Сергей Орбиртович Что вы думаете О текущих Происшествиях В России Первое Более Семидесяти Смертей В Иркутске Раньше Такой массовой Гибели Людей Не было Похоже На подстроенную Ситуацию Второе Гибель Самолета Ту-154 И 90 Пассажиров Не кажется ли вам Что происходит Вмешательство Злой воли Ну Очень даже Кажется О самолете Я уже сказал Что Самолет Странным образом Упал в море Сразу же Потерялась Связь Все это Говорит о том Что по всей Видимости Произошел взрыв Поэтому И связь Не состоялась На На Хануку Это было сделано То есть Говорит Что За этим актом Стоит Стоит Международный Как говорится Кабал То есть Та самая Команда Кабалистов Которые Планируют События Вот А что касается Ситуации С боярышником Да Боярышником Они отравились То Ну там Не боярышник Там метил Был Ну да Ну вы понимаете Что Ведь Если бы Действительно Наши власти Думали о здоровье Населения То давно бы уже Перепоручили Все производство Спиртосодержащих Напитков Государства И казне Было бы лучше Но Все пошло По другому направлению Это давно То есть Все Отдано Всяческим Коммерческим Организациям Ну а спирт Вы знаете Сами Откуда Сейчас идет В основном Это китайский Спирт Который делают Из дерьма Как известно Вот Ну а здесь Чистый суррогат Сделан Ну а Надо подумать О том Почему Народ покупает Такое А потому что В провинции Это безденежье Даже водку Народ купить Не может Нормальный Ну вот Покупать Всякие суррогаты Ну вспомните Начало 90-х годов Где тот же Пили Тот же самый Боярышник Там Брынцаловку Овсянку Всякую Сколько народу Травилось Помните Да Иностранным спиртом Сколько Травилось Ну а сейчас Наступают Практически Те же самые Времена И я думаю Падение До уровня Там 92-го года Произойдет В самые Ближайшие Годы В России Так что Мы еще Не то увидим Мы увидим Действительно Массовые Смерти От Суррогатного Алкоголя Потому что Борьбы с этим Нету Сергей Алибертович Я думаю Что проблема Не в том Что люди Не могут Купить Нормальную Водку А в том Что они Хотят Ее купить Хотят Приобрести Эту гадость И вливаться Проблема В этом Более Да Действительно Проблема И в этом Конечно Потому что Мне например В голову Не придет Не покупать Ни водку Ни боярышник Ничего-то другого Ну просто В голову Не придет Ну да Вы Алексей Живете там В Москве Понимаете Ведь Москва Я не в Москве Я не в Москве Рядом 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 С Москвой Ну Все равно Понимаете Ведь Или Москва Или Питер Или крупные города Это Как бы Отдельная Государство В моей деревне Где я живу В соседних деревне Выпивают Не меньше Чем где-то там Вдалеке Уверяю вас Просто Вот есть люди Которые даже В моей деревне Уже перестали выпивать Они сейчас В последнее время В голову не приходят Что пойти в магазин И что-то купить Ну да Я тоже вижу Такую картину Это к сожалению Признак того Что Хронические алкоголики Потомственные Уже вымерли Ну я еще Вижу Другую тенденцию Я еще вижу Другую тенденцию Что не только в этом А в том Что еще Люди Которые Как огоньки Маячки Проявляются Вот в этом Черном царстве Ну царство Наверное слово Не хорошее Вернее наоборот Хорошее Мы его так поганим Вот в этом вот Кипячении Да Вот эти огоньки Маячки Они все-таки Своим примером Своим светом Показывают Как надо жить И люди Начинают задумываться О смысле жизни И перестают Эту гадость пить Хотя в их семьях Постоянно Что-то Довыпивали Постоянно И многие у них Умерли От многих Болезней Связанных Именно с алкоголем Там с курением И так далее Все больше и больше Людей На мой взгляд Начинают себя Проявлять Здравомыслящими В этой жизни И своим примером Просто показывают Другим Как надо жить И вот это сейчас Одна из надежд Что хотя бы Остановится Вот эта вот Гадкая тенденция На умершвление И подчинение Тем навязанным Нам установкам И через это уже Можно будет С трезвой головой Объединяться О чем-то мыслить И уже что-то строить Наша задача Строить державность В пьяном угаре Мы державность не построим Тут я думаю Все же главная задача Это задача государства По опозданию Этой проблеме Потому что Если мы будем Рассчитывать Только на свои силы Мы ничего не успеем Сделать И нас уничтожат Прежде Я согласен с тем Что когда Такие глобальные Мы поднимаем темы То государственное Мешательство должно быть Но опять же Исходя из того Что вы сказали Государство Которое захвачено Определенными силами Структурами Людьми Или нелюдями Оно в общем-то Не заинтересовано В том что это делать Поэтому в данном случае Если уж пользоваться Терминологии Каких-то известных классиков Спасение утопающего Дело рук Самого утопающего В данном случае К сожалению Но это факт И поэтому Чем активнее Мы будем пробуждаться Тем быстрее Эти изменения Будут происходить Государство И государство Стоит из людей Поэтому если Все больше и больше Будет становиться И появляться Здравомыслящих людей Тем быстрее И государство Будет появляться Здравомыслящее И только через это На мой взгляд Возможно что-то изменить А просто так думать Что ну За меня кто-то Что-то сделал И сесть в своей конуре Ну наверное Это не выход Надо со всех сторон Действовать И каждый человек Это мыслитель Это наследник Бога Это проявление Бога Если он Не проявляет себя То и Бог Не будет проявляться Ну как тут Все очень просто Взаимосвязано Так идем дальше Да Вопрос от Геннадия Из Твери Насколько древний Питер На наш взгляд На ваш взгляд И учитывая Даже Тверь И Москву Так как тут Тоже имеются Такие же свидетельства Свидетельствования Как и в Питере По углублению Так называемому Культурному слою Не говоря уже Об Омске В скобочках Асгарду написано Ну Значит У нас на Охте В свое время Проводились Изыскания По строительству Небоскреба Так называемого Газоскреба Который должен был Строить Строить Газпром Но потом Этот объект Был перенесен В Лахту Ну вот Там На Охте На территории Прилегающие К шведской Церкви К шведской Крепости Ниншанс Были Обнаружены Следы Человеческой Деятельности Древностью Где-то Четыре Или пять Тысяч лет И тут же Все это было Зарыто Это говорит о том Что Древние Славяне Жили на этой Территории Очень давно То есть Самой Неве Всего Пять Шесть Тысяч Лет То есть Уже После Возникновения Невы Сразу же Туда Пришли Люди Уже Имели Свою Культуру Производства Свою Керамику И так Далее То есть Это Очень Древние Времена То есть Это Еще Та Цивилизация Которая Была Уничтожена В результате Войн Которые Описаны В Махабхарате Но Что Касается Возраста Непосредственно Питера То На его территории Давно Были По крайней мере Начиная С 14 века Давно Были Древние Храмы Ведические Деревянные Надо сказать Каменного Ничего не было Вот Ну А что касается Вот тех легенд Относительно Там Древности Исаакиевского Собора И других Сооружений Ну Это Чистая Фантазия Я считаю Территория Действительно Была Освоена Давно Но Она Заносилась Наводнениями Вот За десятилетия До основания Питера Лже Петром Первым Было Наводнение С высотой Подъема 7 метров Представляете Воды То есть Многие Строения Были Разрушены Занесены Песком Мылом Оставались От них Только Фундаментом Шостояния Были Деревянные Это были И русские И финские И шведские Поселения И уже Они Использовались Для строительства Нового города Но Говорить О том Что В Питере Существовал Какой-то Могучий Древний Город Конечно Нельзя Потому Что Есть Древние Карты Где Там Все Детально Написано Были Там Шведские Дороги Были Заливные Лука Были Леса Были Болота То есть Все Есть На Старых Картах Никакого Там Большого Города Не было Идем Дальше Вопрос В эфир От Петра Сергей Альбертович Зачем Иллюминаты Сливают Нам Свои Документы Не Водят Ли Они Нас За Нос В кавычках Ведь Все Это Озвучено Уже Из Озвучено Прошло А что Будет Будущее Мы Не знаем Мы Постоянно На шаг Отстаем Ну Знаете Действительно Есть Такие Представления Что Люди Видят Дэви Дайк Это Подставы Но Можете Изучить Историю Этих Людей Показать Что Это Никакие Не Подставы Против Них Было Действительно Организовано Травли Со стороны Исианитских Структур Их Обвиняли Во всех Греках Там В антисемитизме Кривите И так Далее Но Как это Ни Странно Западное Общество Оно Более Демократично И там Нет Такого Басманного Суда Который У нас Есть У нас За такие Высказывания Давно Были Люди Сидели В тюрьме Но Как это Ни Им дает Высказываться Так что Вот тот Вопрос О том Что эта Информация Сливается Специально Иллиминатами Которые Используют Вот таких Людей Как Дэвид Айк Дэвид Уилк Или Ряд Других Исследователей Западных Тот же Дэвид Дюк Это Совершенно Неверно Но Тем не менее Слитие Информации Действительно Происходит Происходит С помощью Таких Людей Как Сноуден Ну Действительно Сливается Информация Но это Уже Борьба Между кланами Потому что На самом деле Никакого Единого Мирового Правительства Нету Никакого Глобального Предиктора В том смысле О котором Пишут Концепции Общественной Безопасности Нету Потому что Есть кланы И даже Те же Ротшильд Они не Обладают Абсолютной Властью Они Обладают Абсолютной Властью Только В определенных Масонских Структурах А так Даже У них Нет Такой Абсолютной Власти Поэтому Происходит Борьба Разных Группировок И происходит Слив Информации Что Очевидно Но Есть Действительно Некоторые Провокаторы Которые Используют Эту информацию В негативных Целях Это безусловно Дальше Вопрос В эфир От Вилемира Говорите Непокорный Народ А по факту Все знают Что страна Окупирована И покорно Платят Дани Купантам Так где Что-то Непокорный Народ Понимаете Непокорный Народ Был в прошлом Действительно В прошлом В некоторых Случах Действительно Народ Проявлял Свою Непокорность И проявлял Героизм Своей борьбе Ну а сейчас Народ Действительно Покорный Средства Массовой Информации Делают Своё дело Делают Своё дело Алкоголь И наркотики Так что К сожалению Народ Покорный Далее Вопрос В эфир От Геннадия Из Твери Наверное Повторюсь Сергей Альбертович Мон Марта Насколько Соответствует Тому Что Говорилось Ранее Что Это был Когда-то Целый Город Или Огромный Дворец Так Я не понял Про что Вопрос Мон Марта Насколько Соответствует Тому Что Говорилось Ранее Что Это был Когда-то Целый Город Или Огромный Дворец Так я Не понимаю Говорится Про Что Гору Мон Марта В Париже Или про Что Вот как Написано Мон Марта Я не знаю Что это Такое Идём Дальше Я вам Говорил Что На горе Мон Марта В Париже Произошло Распятие Того самого Христа Которое Описано В Евангелии И На вершине Этой Горы Состоялась Организация Общества Иезуитов Которые Затем Там Построили Базирику Сакрикер Хорошо Вопрос Эфир От Вингторра Интересно Было бы Услышать От Сергея Альбертовича Его Видение И Объяснение Таких Понятий Как Будущее И Грядущее В чём Разница Вот Понимаете Что такое Грядущее Грядёт Да Ведь Вот Будущее Можно Рассчитывать Экстраполируя Предыдущее Событие Вот я Как Специалист Физика Много Лет Назад Познакомился С такой Теорией Анатолия Павловича Смирнова Моего Учителя Которая Относится Примечательно Относилась К фазовым Переходам А затем Оказалось Что Эта теория Работает Для всех Процессов В том числе И социальных То есть Процессов В обществе Действительно Зная Предыстория Процесса Можно Предсказать То Что Будет В будущем И вот Так Устроена Природа Что Действительно Грядущее Как бы Уже Запланировано Но Есть Человеческая Воля И В этом Смысле Человек Может Изменить Будущее Зная О Грядущем Вот Я бы Так Сказал То есть Грядущее Это то Что Прогнозируется А будущее Это то Что Прогнозируется Очень плохо Понятно Дальше Такой Очень жесткий Вопрос От Владимира Измытич Сергей Альбертович Не кажется Ли вам Что мы Возимся С упомянутыми Вами Версиями Как тузик Со старой Грелкой Давно Умершей Бабушки Приведу Пример Сантехник Пришел Два Часа ночи Собака Пролаяла Два Раза Полицейского Два Уха Данные Совпали Теория Загарова Готова Приходит Сантехник Влияет На количество Ушей Полицейского Так и у вас Данные Сходятся Только теория Связывает Поверхностные Представления Не кажется Ли вам Что реальная Картина Управления Иная Используемые Вами Данные Это уже Совершенно Не актуально Для решения Тихущих Управленческих Задач Информация Вы понимаете Ведь я Вам Прочитал Сегодня Документы В том числе Документ 1776 Года Вы можете Убедиться Насколько Он актуален И как Мало людей Об этом Знает Поэтому Все разговоры О том Что теория Заговора Там не Работает И так далее Ну это Глупости На самом деле Есть не теория Заговора Есть программы Как я уже Сказал Программа Продиктована Инфернальным Миром И она Выполняется Та же Программа Ньютона Так что Проблема В том Что Абсолютное Большинство Политиков Не представляет О том Как появилась Эта программа То есть Они как бы Маниакально Выполняют Этот план Все это Происходит По масонской Линии Но Они Плохо Думают О будущем Вот так Что Если бы Скажем Наши руководители Подумали о том Что Не стоит Ввязываться В сирийскую Авантюру То Я думаю События Развивались бы Совсем По другому Во всяком случае Я давно Там говорю Посмотрите Мои старые лекции Там 6-7 лет Недавности Что нам Ни в коем случае Нельзя Ввязываться В войну На ближнем На ближнем востоке Но видите Происходит Все наоборот Ну а почему Это происходит Потому что Народ не понимает Эту программу Так что Если вы предлагаете Не говорить Об этих программах То это Значит Обречь Человечество И Россию На самоуничтожение Об этих программах Обязательно Надо знать Надо их обсуждать И надо Прогнозировать Что произойдет В будущем То есть Без Вот такого понимания Хода истории Мы будем двигаться Дорогой Дорогой Уничтожения Дальше Реплика В эфир Почему Почему Как Кунгурова Не упрятали Чудинова Вас И почему Как за сумасшедших Не дают Но мы с вами знаем Что это не так И знаем Что правда Всегда была Оболгана Наверное так И знаем Что правда За нами И мы победим Слава роду Предкам наше Думаю Что я прав На сто процентов Какая-то реплика Такая Не очень понятная Ну Давайте Если говорить О блогере Кунгурове Не об исследователе Древней истории Кунгурове А об блогере Кунгурове То ведь Ну Почитайте Его тексты Где Все время присутствуют В мат Какие-то оскорберения Действительно Он Многих Раздражал Но тем не менее В общем-то Я там И в последней В статье Там В блоге Про Сирию Не нашел Никаких Элементов Похожих на Экстремизм И его Посадили Потому что Он стал Раздражать Власти Своими Своей деятельностью А ведь Помните Одновременно Произошел Арест Блогера Антона Носика Гражданина Израиля Кстати Который Там Подвязывается Где-то На ахе Москвы Он же Предлагал Выступил С высказываниями О том Что Сирию Надо Бомбить До Превращения В пустыню Вот в таком Роде Высказывался И радовался Тому Что происходит В Сирии Эти высказывания Посчитали Экстремистскими Но Как ни странно Этому Носику Присудили Там какой-то Незначительный Штраф А вот Кунгурова Там по-моему На два года Посадили У нас Понимаете Совершенно Дикое Судопроизводство Когда уже Дело направлено Суд Там Какой-нибудь Приговор Он обеспечен Потому что Процентопродательных Приговоров У нас там Порядка По-моему Там Одной Десятой Процент Совершенно Дикой Вещи На западе Такого нет Конечно Это у нас Совершенная Дикость Судопроизводством Идет Так Идем дальше Славе Вопрос эфир Сергей Альбертович В интернете Ходит информация Что в ближайшее время Папа Римский Должен сделать заявление О контактах С инопланетянами Ваше мнение Об этом Какое Папа Римский Папа Римский Давно говорил О контактах С инопланетянами И Ратцингер И Новый Так что Не думаю Что они тут Новое скажут Но ведь Вы понимаете О каких Инопланетянах На самом деле Речь идет Ведь была Недавно Служба Папы Римского Нашего Этого Иезуита Ведь там Была Произнесена Молитва В честь Люцифера Нашего Бога Люцифера А Иисус Христос Был объявлен Его Сыном Вот такое Представление В современном Ватикане То есть Ватикан Давно Перешел На темную Сторону На сторону Сатанизма Так что Они могут Говорить Все что угодно Я уже Читал Планы Баварских Иллюминатов То есть Право На ложь На дезинформацию У них Абсолютное Так что Папа Римский Может говорить Все что угодно Про инопланетянах Любую чушь Будет принята Католическим Обществом Как должное Сегодня во многих Чатах появилась Информация Это вопрос уже От меня О том что Якобы Снимали Би-Би-Си Приветственную речь Или поздравительную речь Королевы Английской И вдруг Она начала Говорить про то Что нас всех ожидает Третья мировая война Которая будет Очень страшная И так далее И якобы Би-Би-Си Руководство Прервало эту съемку И потом попросили Еще разок Переписать То же самое Обращение Но уже В более мягкой форме Би-Би-Си Причем Руководство Би-Си Назвали Королеву Старуху Которая сейчас Открывает рот Не по делу И надо бы Эту старуху Уже заткнуть Ну вот Такого плана Был вброс Что вы думаете По этому поводу Знаете Об этом уже Королева Уже целый год Говорит Пугает Все страны Все народы Мира Пугает В прошлом году Говорил Что Предыдущее Рождество Будет последним То есть Сейчас Рождество Это уже Следующее За последним Так что Она может Говорить Все что угодно Я уже сказал Что Их планы По пришествиям Шаха В 15-м году Были сорваны Ну вот Теперь Это уже Какие-то У них Нервные конвульсии Но в этих Нервных конвульсиях Они Могут Довести мир Действительно До глобальной Трагедии То есть Они могут Сделать Все что угодно Вплоть до Применения Ядерного оружия Еще был Тоже Такой Вброс Не знаю Правда Неправда Под названием Глобальная Перестройка Где было написано Дэвид Рокфеллер И Ротшильд Натаниэль Были убиты На прошлой неделе Ну Это тоже Вот Вброс Какой-то Информации Помните Еще год назад Был вброс Информации Что Якобы Рокфеллер Умер И якобы Ротшильд Якоб Который Тоже умер Якобы Чуть ли не в один день Но потом Это все было Опровержено Такие вбросы Какой-то глупой Информации Все время идут Такое всегда Происходит Че тут В общем-то Желтая пресса Все время Такие вещи Любит Повторять А если Так Представишь На самом деле Верхушка Вся Ротшильда Фракфеллеров И других Рас В один день Отошла В мир Иной Что-то Бы Изменилось На земле Или Нет Ну Я думаю Понимаете Ведь сейчас Сатанистов Во власти Очень много Ну я думаю Они Нашли бы Общий язык И через Какое-то Время После разных Разногласий Опять бы Пришли К всеобщему Руководству Ну Хотя Конечно Это Могло Привести К каким-то Непредсказуемым Последствиям Ну на самом Деле Эта власть Она же Выстроена Очень давно И даже Если убрать Там и Ротшильда Или Рокфеллера То на их место Придут Другие люди Вот само Семейство Ротшильдов Состоит Из нескольких Десятков Тысяч Человек Понимаете Они же Сейчас Практически Во всех Европейских Государствах Командуют Под другими Фамилиями Та же Ангела Меркель Понимаете Или там Клинтон Был Тоже Отпрос Каких-то Рокфеллеров Если убить Главарей То ничего Не изменится Надо Демонтировать Всю систему Запретить Мировой Ситанизм Лучше Нужно Сделать То есть Здесь В данном Случае Мы можем Понять Что в отличие От нас Они хорошо Между собой Связаны Они умеют Договариваться А мы Как-то Все По сторонам Расходимся И каждый Смотрит Свою угла На брата Как на врага Ну конечно Ведь это же Масонство Развивалось В течение Неских Столетий Это такая Структура Которую Очень трудно Победить Тут Нужно Участие Государства На уровне Государства Только можно Победить Это было Сделано В Советском Союзе Кстати Ведь Сталин Он постепенно Изгнал Почти всех Масонов Из членов ЦК Ну а В Советском Союзе Уже В Брежневские Времена В общем-то Масонство Было запрещено Несмотря на то Что Некоторые Люди Типа там Андропова Вступили В связь С масонскими Организациями На Западе В том числе С английской Разведкой В конечном счете Это привело К распаду СССР Ну а если вспомните Наших царей Они также Вполне успешно Боролись с масонством Да Его запрещали Говорят Что запреты Ни к чему не приведут Да нет Очень даже приведут Если это делать На государственном уровне Делать серьезно То Сатанизм Можно победить И в Советском Союзе Сатанизм Был убежден Ну как бы то ни было Государства Все-таки Это люди Объединенные С единой целью Едиными Какими-то представлениями От жизни Поэтому Первый шаг К любому государству Это объединение Если вас разъединяют И кто-то говорит Что ваш брат Ваш враг То в этом случае Вы должны задумываться К чему это приводит Вот сейчас Фрагментация Наше общество Говорит о том Что нас разъединили И не пытайтесь Бороться с друзьями Не пытайтесь Бороться с братьями Наоборот Сейчас пришло время Объединения Государство Это мы Но если мы разъединены Не будет того государства Которое мы сейчас Так долго говорим Идем дальше Вопрос Елена 777 Ваше отношение к тому Что в метро в Москве Станции объявляют На английском языке И также везде Надписи На оккупационном языке Ну это давняя программа Давняя программа По перестройке Сознания общества Действительно Это Необходимо отказаться От всего русского Перейти От русской нации К российской нации От русского языка К российскому языку Как я уже говорил Учебник даже такой Выпущен Ну и Запущена программа По изучению Не только английского языка Но еще и дополнительных В общем-то Это На самом деле Борьба с русской культурой Такой вопрос Не вопрос Реплика Партийная система Ведь это вражеская система Почему мы должны Опираться на партии Синкс Такой вопрос задал Конечно Если исторически То конечно Партии организовывались Все партии Организовывались Античеловеческими силами Но надо понимать Что ничего другого У нас нет И в Думе У нас единственная Более-менее Здравомыслящая фракция Это фракция Коммунистов Поэтому надо Опираться на то Что есть Ну а дальше Когда уже будет Построен Объединенный Патриотический фронт Можно будет уже И перестроить Всю эту Коммунистическую Идеологию Которая конечно Уже давно устарела Вопрос от Геннадия Слери Слышал Что в РПЦ Святые отцы Боятся белого князя Что придет И их поставят Перед судом В ближайшее время Что вы можете Об этом сказать Благодарю Знаете Ведь Вот мы читали Программу Движения Хаббат И ведь Все происходило Именно по этой программе Вот если вспомнить Нашего патриарха Алексия То что с ним случилось По происхождению Он был иудей То есть Его мать Была еврейкой А отец был Немцем Ну и он поставлен Был антроповскими кадрами На Патриарший пост С тем Чтобы он проводил Международную Экономическую программу Ну Действительно Он первые годы Проводил эту Экуменическую программу Но затем Что-то в его сознании Произошло Как говорят Ему какие-то Стали видения То ли Богородица То ли еще кого-то И он По-настоящему Уверовал в Бога И решил противиться Вот этой Экуменической Масонской программе Вы помните Как он Протестовал Против Захоронения Фальшивых Царских останков Петропавловской крепости Это была Масонская программа С тем Чтобы привести Затем к власти Гогенцолернов Ну И Потом он вообще Стал противодействовать Всем этим Экуменическим программам Сближением с Ватиканом В результате Как утверждают Очень серьезные Чины В Московской Патриархии Он был убит Его тело Было ночью Привезено В его апартамент И его там Положили в туалет Якобы С ним в туалете Ночью стало плохо И вот так Уведен к власти Кирилл Ну Как мы теперь Узнали Масон 33 градуса Что это ему Было недавно Присуждено Эта степень То есть Руководство Московского Патриархата То есть В лице Кирилла В лице Представителя По связи С общественностью Как его зовут Вот я забыл Ну В общем Из среды Еврейской Музыкальной Семьи Человек Вышел Ну То есть Эти люди Действительно Стали на путь Предательства Православия Да Православной Церкви По всей видимости В ближайшее время Произойдет Раскол Ну К сожалению Сейчас Большинство Людей В окружении Кирилла В общем-то Не понимает Что происходит То что Они действительно Толкают Страну К пришествию Антихриста Толкают Страну В ад Вот что делает Руководство Православной Церковью Так что Я надеюсь Что найдутся Здоровые силы В Православной Церкви Которые Победят Это гибельное Направление В РПЦ Так Ну раз уж Тема РПЦ Поднят Ингварь Продолжает Эту тему Вопрос эфира Раз уж Идет рассуждение Сатанизма Тогда возникает Вопрос Сходящий С христианства Разве Всякая Власть Не от Бога Вот Уважаемые Люди Церковники Говорят Что Рабская Психология Это Необходимость Для каждого Истинного Христианина Вот так Вот Ингварь Задал Вопрос Ну Ведь Вы понимаете Если Я Вот Только Что Говорил О службе Которую Провел Новый Папа Римский То есть Он Ясно Сказал Откуда Идет Власть Власть Да От их Бога От их Бога Люцифера Вот Откуда Идет Власть Князь Мира Всего Правит Миром Отец Лжи Вот Кто Правит Миром Так Что Власть Вот От этого Самого Рогатого Бога Так Идем дальше Отшельник Вопрос В эфир Сергей Альбертович Мой отец В ранние лета Был Как говорится Абсолютным Атеистом Прошлого Время И сейчас Он Если И не яростный То зашоренный До безобразия Христианин Сколько Не говорю С ним И показывая Не то Что Иисус Кто И что В общем Здесь Прорывается Много Чего Тут Рассказывает Насколько Я понял Он отвечает Одно Что это Все От лукавого Как можно Загадить Человеку Его Видение Так Мозг Благодарю Такой Сумбурный Несколько Вопросов Ну На самом На самом Самостоятельном Оттуда Оттуда Не выбраться Как Говорит Если Человек Попал В масонство То Процесс Забесовления Пошел И он Оттуда Вырваться Не может Очень редкие Люди Оттуда Выбирались Но их Тут же Убивали Это В истории Масонства Давно Показано Так что По большому Счету Утверждение О том Что Все это От лукавого Правильно Ну Я Рассказывал Как это Происходит Как происходит Управление Демоническими Силами В общем На самом Деле Надо К этому Относиться Серьезно Вот Но нельзя Конечно Заниматься Теми Вещами Которые Проводят Некоторые Представители Православной Церкви То есть Они Ни в коем Случа Не могут Отойти От догматов Которые Насаждены Нашей Церкви Теми Же Самыми Сатанистами Тот же Ветхий Завет Насажден В нашу Библию Тот же Апокалипсис Иоанна Богослова Сатанинское Произведение Как я уже сказал Исторически Сатанинское Произведение Внедрено В наше Сознание И православные Действительно Уверовали В то Что Мир Неуклонно Движется К апокалипсису К уничтожению Вот это Очень вредная Программа Ну Можно В каком-то Смысле Это называть Болезнью Я не люблю Словосочетание Православия Головного Мозга Но Это Действительно Совершенно Ошибочное Представление Которое Навязано Нашей Православной Церковью Ведь Первоначально Православная Церковь Это На самом деле Даже и не Церковь Это Ведическое Русское Сообщество Так что В общем То что Произошло С нашим Православием На самом деле Это конечно Трагедия Да Идем дальше Несколько вопросов Еще остались Три вопроса Зачитаю Будем заканчивать Что вы думаете О народном Вече Сидорова Ну Как я уже Сказал Даже люди По Патриотической Позиции Которые Хотят Передать Президенту Чрезвычайные Полномочия Стоят Совершенно На ошибочном Пути Я уже Это сказал Зачитывая Эти документы Ведь на самом деле Если Почитать Таких авторов Как Дэвид Так И других Исследователей Процессов Глобального Управления То окажется Что Управление Каждой страной Происходит В первую Очередь За счет Управления Главным Лицом Государства А вовсе Не за счет Управления Многочисленной Так называемой Пятой колонной Поэтому Если Люди Выступают За предоставление Чрезвычайных Полномочий Первому лицу То тем самым Они Выступают За Проведение Программ Нового Мирового Порядка Потому что Как бы Сам президент Не Старался Противодействовать Новому Мировому Порядку Он Это Самостоятельно Путем Чрезвычайных Полномочий Сделать Это Не может Поэтому Если Если бы Действительно Эти люди Хотели Чтобы Наше Государство Развивалось В правильном Направлении То нужно было бы Не восхвалять Президента А Очень Последовательно И тщательно Давить На президента То есть Заставлять Его проводить Не ту Политику Которую Он сейчас Проводит Президент Не может Опираться На людей Которые Его восхваляют Он может Опираться На то Что ему Противостоит Он должен Иметь опору Поэтому До тех пор Пока Власть Сохраняется У теперешнего Кремлевского Руководства Надо Проводить Линию На жесточайшую Критику Этого направления И Жесточайший Нажим На президента И его команду Ну А то Что Делают Сидоров И другие люди Даже Патриотичные Я считаю Это Глубокое Заблуждение Идем дальше Вопрос эфира Геннадия из Твери Ваше видение И Знание О Мон Ре По Благодарю Я даже Не знаю Чего ответить На этот вопрос У нас Есть Публикация Есть фильм Есть последняя Лекция Моя Где Об этом Я всем Рассказываю Так что Я даже Не знаю Чего тут Нового Добавить Так сказать Набирайте В интернете Смотрите Читайте Хорошо И Вопрос На сегодня Последний Отшельник задал Сергей Альбертович Что вы можете Скать о руинах На Кольском Полуострове Благодарю На самом деле Как теперь Ясно Что вот эти Мегалитические Руины Они В общем Разбросаны По всему земному Шару Они есть И на территории Финляндии Вблизи нашей Границы На севере Карельского Полуострова На севере Ладоги Через всю Карелию Тянутся Туда К горе Ватавары К природным Заповедникам К местам В районе Кандалакша И туда На сам Кольский Полуостров Более того Весь Кольский Полуостров Прочерчен Вот такими Линиями Наподобие Того Что есть У нас На Кольском Полуострове На Ладожском Озере И все они Вот эти Линии Направлены В сторону Допотопного Северного Полюса То есть В сторону Гренландии Это действительно Гигантские Мегалитические Комплексы Разбросанные По всему Северо-Западу России Ну естественно И на Скандинавском Полуострове Они тоже есть Так что В общем-то Это действительно Гигантские Строения Которые Были сделаны Еще до потопа Хорошо Все вопросы Я озвучил Которые поступили В чате И теперь Мы переходим Уже к заключительной Части нашего эфира Подводим итог Какую-то жирную черту И желаем Что-то наше В радиослушателе Доброе Вечное И что-то пожелать Ну В преддверии Нового года Я хочу Уверить Людей Что В ближайшем Будущем Все католикализмы Которыми Нас Пугают Ротшильды Там Английская Королевская Семья Папа Римский Все Все это С большой долей Уверенности Не произойдет На самом деле Все развивается Не так плохо Как казалось Еще Там Некоторое время Назад То есть На самом деле Вот то Что произошло В Америке То что Происходит В некоторых Странах Европейских Дает Некоторую Долю Оптимизма Так что Я думаю Что Этот Новый год Далеко не Последний И Даже Тот план Который Изложен У Ньютона На конец Света На середину 21-го Года Не будет Воплощен В жизнь Так что Я думаю Человечество Все-таки Выкарабкается И просуществует Еще Ну как Минем Несколько Столетий Так что В этом плане Я Заряжен Оптимистически И Считаю Вот Апокалиптический Прогноз На ближайшие Годы Несостоятельным Так что Всех С наступающим Новым годом И Успехов В борьбе За Возрождение Человечества И нашей страны Да Нас постоянно Пугали Какими-то Страшилками То Конец Света То Вдруг Смена Календаря То Еще там Чего-нибудь То Приход Кого-то Или Уход Кого-то На мой взгляд Пора Уже Понять Что Если Вы Являетесь Человеком На земле То Вы Творец То Вы Хозяин Хозяин По Праву А Не Овца Блеющая Которую Сегодня Пинками Сюда Гонит Завтра С нее Шерсть Срегут А позавтра Вообще Если захотят Зарежут На шашлыки Поэтому Если Вы Хозяин А не Тварь Дрожащая То В этом Случае Тогда Вы И строитель Своего Будущего Боги Если уж Вы Говорите О богах Постоянно Помогают Только тому Кто Хочет И желает И волен Что-то Делать На этой земле Как Хозяин Если Живые Овцы Загон Построили Травки Им Кинули Выгнали Опять Загнали Да и все Решайте Сами И все Тогда У вас Будет Так Как Вы Хотите Как Вы Решили Напомню Что Сегодня По одному Из современных Календарей 27 декабря 2016 Года Вторник По одному Из старинных 17 дней Месяца Белого сияния Покоя мира Понедельник 7525 Лета Сергей Альбертович Нам Рассказывал Про Планирование Будущего С какими-то Вопросами Мы Могли бы Не согласиться Это уже Как бы Вопрос Каждого Личного Человека Личный вопрос Каждого Человека Но Несмотря ни на что Доклад был Очень интересный На мой взгляд Очень содержательный И Я жду Как говорил Василий Иванович В фильме Жду продолжения Банкета В этом же плане Потому что Надо умы Ворошить Надо людям Рассказывать О правде И это хорошо Получается У вас Сергей Алибертович Желаю вам Всего самого доброго Друзья мои Будьте счастливы Субтитры Народная Славянская Радио Все нужно Все важно Славянская 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 Славянская